Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 6 июля 2016 года среда, по одному из старинных пятый день месяца получения даров природы 7524 лета Седмица. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Сыроедение как шаг к духовному процветлению». Главный сведущий Юрий Лодин-Святорос. Здравия тебе! Здравия! Всем здравия! Всех рад, так сказать, ощущать в эфире. Даже так уже ощущения появились? Ну, хорошо. Значит, наша аура распространяется широко, далеко, глубоко, и мы ее можем чувствовать. Ну что ж, наши радиослушатели, мы вас призываем, как всегда, быть активными. Для этого входите в чат Народного Славянского Радио, в избу читальню нашу, и там можете общаться, переписываться с друзьями, ну и, естественно, задавать вопросы, в данном случае святорусу. Ну что ж, тема сыроедения как шаг к духовному просветлению. Вот, на мой взгляд, сейчас найдутся сразу добрые люди, которые скажут, «Но началось, больные люди прибежали, их не вылечили, справки дали и отправили в этот мир гулять. А Кащенко теперь плачет, профессор сидит, не знает, что делать». Так вот, почему я это говорю. Сыроедение в свое время как-то, помнишь, было объявлено, что это болезнь вообще, вегетарианство в первую очередь болезнь, а уж сыроедение, так это вообще уже клиника неизлечимая и так далее. И плюс ко всему через это нас кто-то через эту клинику пытается сделать духовным, да просветленным. Вот давай эти моменты начнем разбирать. Ну давай, вот так интересно все совпало в этот раз. Буквально 4-го числа, 4-го июля прошла информация, в средствах массовой информации, что в кишечнике нашли, я просто с этого начну, потому что она как бы так вот пришла и решила с этого начать, и мы к этому придем сейчас дальше, к тому, что у нас идет по плану. В кишечнике нашли манипулирующий мозгом бактерии человека 4-го июля 2016-го года. В общем, вкратце я зачитаю тут пару строчек, и будет понятно, о чем речь. В кишечнике человека впервые обнаружены бактерии, которым для выживания необходимы выделяемые мозгом химические вещества. Есть такой ученый, Филипп Стрендвиц, и его коллеги из Северо-Восточного университета выяснили, что недавно открытый вид кишечных бактерий КЛИ1738 растет и размножается, только если кормить их молекулами гаммг. Ну, это так называемая кислота, кто не знает, в мозге важная. И это важнейший тормозной нерв-медиатор центральной системы человека и других млекопитающих. То есть вот из этого и хотелось бы сразу перейти к чему? К тому, что сейчас у нас, так сказать, я с метафизических точну сразу вещей, закон времени, да, то есть вот сознание должно у наших людей, у всех поменяться, скажем так, на земле. Каким же образом оно может поменяться, скажем так, да, если просто элементарно сегодняшнее тело человека в силу определенного, опять-таки, образа питания, оно наполнено различными токсинами, ядами, там, паразитами кишечными, не только кишечными, теми же самыми вирусами, грибками и, как говорится, другими бактериями. И прочими друзьями нашего здоровья. Да, да, да. Вот. Такой человек, конечно же, он не имеет нормальной микрофлоры кишечника. То есть когда человек ест, ну, в меньшей степени, конечно, это касается вегетарианства, но опять-таки вегетарианство разное бывает, можно же кока-колу с чипсами пить, к примеру, да? Вот тебе вегетарианство. Хороший пример, да. Да, то есть вегетарианство тоже разное бывает. Но если мы берем вегетарианство такое, ну, вот, без жареного, скажем так, если конкретно, да, и без сахара и сахаросодержащих продуктов, ну, в каких-то таких пределах масла, чтобы тоже хотя бы употреблять непережаренное, а плюс остальное все там на пару там или тушили, или, может быть, как-то запекать, да? То есть такой вариант более-менее, это вот это вот еще можно назвать каким-то здравым действительно вегетарианством. Ну, кто там веган, кто там лактовеган, это уже вегетарианец, это уже, конечно, варианты. Но вот люди, которые действительно находятся на питании, которое связано еще с мясными продуктами, у них микрофлора практически, можно сказать, вредоносная. То есть, а если микрофлора, вот, вредоносная, соответственно, и как вот тут, вот это опять-таки последняя статья, она подтверждает, кстати, я слежу постоянно за этими новостями из всех открытых источников, она подтверждает о том, что уже и до этого были исследования, что действительно микрофлора кишечника, она первична, как думающая, скажем так, ну, даже как-то не создаваясь, ну, думающая, скажем так, мозг номер один, назовем мозг номер один, это кишечник. Еще одна голова внутри человека. и она более главная по отношению к головному мозгу, у которого мозг номер два. Вот так получается. Ну, ведь называли живот не просто так раньше, живот, который начало из жизни, много чего другое. Ну, ладно, хорошо. Кстати, кстати, вот могу сказать, я достоверно знаю от китайцев, они мне в свое время сообщили, что они, когда думают или чувствуют, они чувствуют животом. То есть, у них вот эти чувства, например, не в голове, то есть, они как бы себя ощущают из живота. Я был очень удивлен, кстати. Слушай, вот такой вопрос, пока между строк мы с тобой общаемся. А вот этому доброму дяденьке, которого сообщение 4 июля появилось про бактерии, которые манипулируются сознанием человека, ему какую-нибудь там Нобелевскую, Шнобелевскую, что-нибудь еще дали, нет? Какие-то есть? Ну, просто приведена его фамилия, имя, то есть, если кто-то хочет прочитать, например, да, конкретно, это было на лентуру, я просто до первоисточника дошел, там, по третьей ссылке. Ну, в общем, пока неизвестно, но я почему-то спросил. Вот ты смотри же, мы об этом говорим практически чуть ли не каждую передачу, что гельменты, которые у вас живут, бактерии, и организм их подкармливает, разделяя нужные вещества. Ну, елки-палки, нас никто же не слушает, а вот тут вот дяденьку послушали. Ну, ладно, хорошо. Ну, это просто в копилку, это все в копилку, как говорится, просто аргументов. Так вот, и чтобы произошел тоже, например, какой-то качественный переход на нашей матушке-Земле, да, в сознание людей, конечно же, как получается, это можно сделать, скажем так, если сознание захвачено, ну, скажем так, подселенцами всех видов, будем так их всех назвать, чтобы каждый раз не перечислять, да. Чисто про физические даже аспекты, если говорить, других даже аспектов можем особо не касаться, потому что это тогда вообще надолго. И, соответственно, у человека сознание оно и поменяться-то не может, так, если по-простому, да, вот совсем, чтобы понятно было, как оно поменяется. И, опять-таки, то же самое сыроедение, это только базовая какая-то функция для того, чтобы зародились уже нормальные микрофлоры, нормальные, скажем так, здоровые и дружественные нашему организму микрофлоры в кишечнике. Это вот начинается, как говорится, с 51%, хотя бы так условно, если взять, если у человека питание 51% сырое, а остальное, пусть вот это вегетарианство, которое без жареного, без всякого, да без сахара, да без всякого такого, чипсов и так далее. вот отсюда начинается уже точка отсчета, скажем так, что уже микрофлора дружественная, она начинает постепенно, может быть, опять-таки, это все усредненно, да, это чтобы как бы весь механизм был понятен, постепенно, постепенно перерождается уже в дружественную, соответственно, она уже определенные дружественные сигналы, ну, как бы так, пока короткими разберем, моментами, потом уже углубляться, такие дружественные сигналы, скажем так, посылает в мозг, так, коротко, И мозг, соответственно, уже и мыслит по-другому, и ощущает, в общем, и реагирует, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, понятие механизма. Как ни странно, это настолько кажется, может быть, где-то людям настолько они даже могут это не услышать, потому что, когда вот так говоришь, люди обычно слушают, но они не слышат все равно. Они слушают буквы, но слова они не складывают. Почему? Потому что за этим сразу совершенно идет лавина. Изменения, например, во всех аспектах жизни, например, то же самое. Изменения ко многим, ко многим другим моментам, на которые вообще внимания обычно сейчас не обращает человек. Пусть он даже там любого вида питания. Ну и сразу хочется, конечно, от этого куда-то в сторону уйти. Что еще хотелось бы заметить? Так, что у нас дальше тут еще идет? Сейчас я посмотрю второй. А, ну так вот, и получается, когда сыроедение уже достигнуто, скажем так, с каким-то превалирующим процентом, 51% и более, да, то тогда вот эти уже микрофлоры кишечника зародились, и когда начинают управлять мозгом, тогда уже иммунитет поднимается, и тогда уже человеку действительно уже можно самостоятельно справляться со всеми этими, может быть, подселенцами. Но опять-таки для этого надо пройти очистительные процедуры. И вот тут начинается вот этот, мы переходим к алгоритму перехода. То есть, если человек, он хочет, хоть, как говорится, задумывается о том, что как ему перейти на середине, ну не знаю, с чего начать, вот я могу сказать, прям идеальный алгоритм, который мною пережит, так сказать, и подтвержден потом на многих других, ну, моих знакомых, друзей. Они пробовали, попробовали, и у них все получилось удачно. Ну, у некоторых, конечно, там были какие-то срывы, к примеру, так сказать. То есть, они опять переходили на какое-то свое старое питание. Но в целом все равно все были довольны. То есть, самый главный первый пункт вот этого алгоритма перехода, да, это то, что надо обязательно вывести всех этих подселенцев. Когда все эти подселенцы выведены, это, кстати, перекрещивается вот с нашей предыдущей темой про очистку настойка мухомора, Алексей, может, помнишь, да? Ну, кто ж не помнит-то, каждый день мне припоминают этот мухомор. Говорят, ты там еще, и как? Ну, я пришел к этому опытным путем. Ну, вот веселка еще всплыла. Я веселку сейчас тоже, скажем так, проверяю. Ну, про веселку это вообще отдельная история. Тут вообще ржач начнется, сам гриб показывает. Ну, ладно, хорошо, про мухомор помним, хорошо. Да, да. Ну, факт в том, что надо тщательно чистить организм от всего, от всего, от всего. То есть от всех этих активных подселенцев. Потому что даже просто чистить, как говорится, от шлаков, вот тоже люди задумываетесь, какой смысл, вздумайтесь сейчас, пожалуйста, какой смысл очищаться от шлаков, там всяких каких-то налетов, да, внутри организма, когда вас, извините, во всех нас, можно сказать, в мире, постоянно-постоянно вот это все сбрасывают, сбрасывают, там, я не знаю, как назвать, ну, гадят, если уж так, можно так выразиться, да, постоянно в человека, да, они. А мы пытаемся какие-то шлаги вывести. То есть мы просто за ними убираемся. Они разгадят, а мы, естественно, немножечко подотравляемся ихими токсинами, спиртами теми же самыми и так далее. Привет всем трезвомыслящим и одновременно едящим все подряд, кстати. Они массивные алкоголики, так можно выразиться. Тайные алкоголики. Да, да, да. Просто когда мешанинку намешаешь и закинешь, конечно, она... Ну, вообще все подряд. Все подряд, что увидел, то и съел. А потом еще где-то прочитаешь, что пивные дрожжи полезны, как нахлобучат там ложечку дрожжей и что-то там совсем хорошо становится. Достаточно обычного хлеба термофильного. Ну, можно. Кто-то думает, что это квас, да. И пьют вот эту дрянь, которая всегда брагой называлась на Руси, а не квасом, где дрожжи там что-то делают. Да, да. Ну, факт в том, что надо вывести всех подселенцев, то есть активных мусорщиков в вашем организме. Ну, естественно, подправить питание настолько, насколько вы можете. Ну, хотя бы раздельно питайтесь. То есть люди, которые... Ну, кстати, да, я не исключаю, что может просто действительно кто-то в силу, опять-таки, какой-то ситуации, именно даже природной, он, например, не может жить без мяса, да, где-то на крайнем севере. Да, там одно мясо только. Где-то они живут, например, также практически, можно сказать, в оторванных от цивилизации условиях. И вот они выживают так, как вообще у них получается. По-другому там просто никак не выходит. Они, конечно, тоже должны об этом задуматься. О чем? О том, что просто добавлять, как можно, больше всякой зелени. То есть вот эта зелень, которую они насобирали, например, там в короткое лето, они ее должны хотя бы как-то разбавлять. То есть тогда хотя бы микрофлора, кишечник, она лучше всего любит вот эту вот именно клетчатку, скажем так, обычную сырую клетчатку. Вот она ее больше всего обожает, и ней плодится. Поэтому фрукты, овощи, зелень, ну, в общем-то, вот эти вот три пункта, они самые важные в данном случае. Даже орехи, они вот в большом количестве орехи-то не нужны. Они потому что тоже особой пользы не приносят. Вот, ну, по поводу вот этого логоритма. Значит, немножечко мы просто отвлеклись в сторону, но опять вернемся. Следовательно, надо убрать активное засорение нашего организма. Мы убрали. Потом мы убрали активный источник прихода различных вредных веществ через прием пищи. И вот как только мы после этого вот это все, вот эти два пункта убрали, тогда уже возможно и реально спокойно получится перейти на то же самое сырое питание. До этого момента вообще смысла нет. Вот вообще нет. Еще желательно поголодать, кстати, перед этим. Тоже отдельный такой разговор. Сбивается, ну, кстати, это третий пункт. То есть, если брать вот самый идеальный алгоритм, то он так вот и выглядит. Вот третий пункт – это голодание. Голодание, ну, кто, насколько, конечно, сможет. Ну, чтобы сбыть вкусовые привычки, вот тут еще психологический момент надо затронуть. То есть, бывает такое силовое, так сказать, сыроедение. То есть, человек дал себе какой-то зарок, а получилось, что оброк. И стал сыроедом на зло всем, да? К примеру, не голодал ничего, ни какую-то микрофлору, ничего он там не делал, не очищался, просто спокойно взял. Потом мучился, да. Да, просто взял и решил. Ничего хорошего этого не будет, это вообще бессмыслица абсолютная. Вот, поэтому, соответственно, надо к этому подойти. Перед голоданием, такой подпункт, который есть обязательно, надо будет провести очищение всего кишечника. То есть, вот просто тоже важный аспект, я не буду заостряться, просто скажу почему. Потому что в голодание тоже нельзя нормально войти. И вот это все старое, все, что еще накопилось, тоже надо по-любому очистить. Когда вы подселенцы вывели, протравили их, я так коротко прохожусь, да, различными, такими, скажем так, природными, природными веществами, в том числе и настойкой мухомора, то ли самое, она оказалась самой лучшей подходящей, кстати. То есть, это вот часть алгоритма, кто может, или что-то подобное. Ну, и на фоне чистого организма, теперь как бы второй такой смысловой ряд, да, повторюсь, на фоне чистого организма тогда уже вывести, на фоне, вернее, на фоне того, что уже подселенцы в организм не сбрасывают все свои токсины и так далее, продукты жизнедеятельности, в этом чистом организме нам надо уже теперь браться уже по закоулочкам. Для этого надо провести голодание. Но, опять-таки, в кишечнике там же какие накопились массы, там напаяно, припаяно, ого-го бывает сколько. Ну, по разным оценкам от 5 до 15 килограмм шлаков, представляете, в себе носить. Это гантельку такую с собой в животике. Вот представьте. А что представлять, такие люди часто ходят вокруг нас, такие гантельки ходящие, так прям, пузики такие аккуратненькие, ровненькие, кругленькие, симпатюля прям. Да, да, да. Ты думаешь, что ты думаешь, оказывается, они за тебя думают, да? А ты оттанционная голова выросла, ты даже не позреваешь. Самое главное, что эти мысли, вот просто тоже, это, кстати, шаг к шизофрении, кто не будет дальше двигаться в развитии в своем жизненном, да, и вообще самого себя в своей жизни. Потому что с себя надо начинать. Это то, что обязательно это надо делать, потому что все ваши мысли, они вообще не ваши мысли получаются. Это какая-то помесь непонятно чего, в общем, всех этих, кто они за ниточки, за нервные, за окончания дергают, кто вот не знает, по предыдущей лекции, где настойка мухомора, мы там разбирали, да, что есть такая так называемая обратная иннервация. То есть вот эти все паразиты, там грибок, там и так далее, бактерии, вирусы, еще раз повторюсь, и обычные паразиты, это черви, которые кишечные не только, они и в мозгу бывают, и в мышцах, и в различных органах живут. Они присасываются к нервным окончаниям, к нашим, и подают встречный сигнал, то есть там хочу то-то, хочу сахар, хочу мясо жареное, хочу там картошечку, там фри, ну или еще что-нибудь, майонез какой-нибудь. Все, человек, а они это любят, они это любят, все эти подселенцы, человек, соответственно, думает, что это его мысли. Это самый-самый примитивный такой алгоритм, и бюджет это есть. Но это же бывает еще... Макдональдс. Да, но это, кстати, не только питание, то есть как бы я немножко расширю тему, но мы не будем развивать это вообще отдельный разговор. Это же не только на питание, это на поведении сказывается, на мышление вообще вокруг, ну вообще на всем. То есть абсолютно на снах, ну в смысле на сне, ну и в том числе на снах и на сне, и на том, какого человека настроение, как он себя осознает, ну и так далее, и так далее. То есть это все, вся эта совокупность, это получается там, вот они доминируют практически. И что? А человек искренне думает, что это он, то есть он не он даже. Вот так вот. То есть вот об этом тоже надо задуматься. Почему? Потому что вот эти всеустойчивые мысли, особенно которые выходят, скажем так, из благостных каких-то источников, особенно человек, какой барометр, да, по совести, скажем, да, ну по-другому еще можно как сказать, если мысли и ощущения в теле и действия, да, поступки потом неблагостные, ну соответственно, от обратного можно понять, что человек сам не свой, то есть это не свойство его природы. То есть вот. Ну другое дело, как это контролировать, и вообще кто способен ли каждый это действительно осознать, на личном уровне, взять личную ответственность на себя за такое. Это, конечно, тоже обычно людям у вас, то, что касается питания, очень трудно вообще воспринимается в среднем. Вот так вот я вот на местах оглядываюсь, очень, очень сильно консервативно. Это же тянет за собой какие-то там разрывы традиций некоторых, вернее, возвращение к истокам, но более глубоким, но более глубоким, но которые, тем не менее, есть в нашей генетической памяти, то есть, скажем так. Ну так вот, дальше мы идем по алгоритму перехода, который даст вам фактически, можно сказать, стопроцентный результат, без маленькой погрешности, может, скажем так, статистической, голодания. То есть, когда вы уже очистились от паразитов, паразиты вас не загрязняют, надо, соответственно, очистить вот тот же самый кишечник и все, что осталось там в клетках, в межклеточной жидкости. Для этого надо очистить весь кишечник. Вот обычно занимаются тем, что ставят очистительные клизмы. В общем, скажем так, нескольких десятилетий даже исследования вот этой темы и наблюдения всего этого, я пришел к виду, что это вообще практически необязательно делать именно на этапе подготовки к сыроедению. Объясню, почему. Почему? Потому что очищается только толстый кишечник, а желудок и тонкий кишечник, они не очищаются. Поэтому есть такая прекрасная чистка лимонным соком и касторкой. То есть на 1 килограмм веса я коротко остановлюсь, кому надо, найдут потом в интернете. На 1 килограмм веса 1 грамм масла касторового, скажем, человек весит, ну, не знаю, ну, пусть 75 килограмм. 75 килограмм. 75 грамм, соответственно, масла касторового, если кто найдет индийское, лучше индийское, но в 2 раза сильнее. Если нет, обычные пузырьки в аптеке, пожалуйста, тоже действуют. Есть свежевыжатого, лимонного, либо грейпфрутового, либо любого другого, там, брусника, клюквы, вот такие кислые должны быть соки. В 2 раза больше, чем вес. То есть если 75 килограмм, то 150 грамм сока. Смешивается в банке, теплое, ну, очень коротко, там много нюансов своих, и выпивается. И это единственное средство, которое очищает именно тонкий кишечник еще. Желудок можно, например, рвотой очистить, толстый кишечник можно клизмой очистить, к примеру, да, а вот тонкий кишечник никак не очистишь. Можно только еще шанг-пракшаланы, но это такое очень затратное упражнение. Если кто может, кстати, или умеет, или кто хочет, можно очиститься им перед голоданием. То есть смысл такой, чтобы очистить тонкий, толстый кишечник и желудок от всех этих наслоений. И, кстати, когда кишечник чистый, то намного легче переходит человек на именно лечебное, вот это оздоровительное голодание перед переходом на сыроедение. Намного. Ну, скажем так, несколько раз. Чувствую вот это вот желание покушать очень сильно или какие-то интоксикации, головные боли, слабость практически отсутствует. Ты знаешь, что я еще хочу дополнить? Тут недавно мы разговаривали как раз про чистку. Касторка наша любимая и так далее. Все дополнения сказали, а вот у меня есть рецепт, девушка сказала, очень хороший, когда я добавляю одну таблетку НОШПы к касторке. И она сразу вот эти неприятные, которые явления с касторкой связаны, она так вот занижает несколько раз. Так что вот это можно иметь в виду, что помимо сокра можно еще использовать это. Да. Ну, я не использую НОШПы, таблетки какие-то. То есть я давно уже много лет отказался. Не знаю, я уже никакими лекарствами так себе вот просто как результат, чтобы для вдохновения, может быть, что ли, вкратце скажу, лекарств вообще никаких просто не нуждаюсь. То есть я в аптеку хожу за такими какими-то вещами, типа бинт какой-нибудь или еще что-нибудь, какую-нибудь ватку там, какое-нибудь масло, может быть, там сырое, там миндальное бывает продают. Ну, такие вот вещи. А чтобы какие-то таблетки покупать, вообще смысла не вижу вообще никакого. Вот вообще для меня это так далеко уже. Непонятно, зачем это делать, вот люди задумайтесь. Все, ну, как погулять, погулять на красивой этикетке посмотреть. Да, да, да. Поели, поели, а потом таблетку закинули, чтобы оно все переварилось. Вот там ураган вообще, что творится. Я представляю. Ну, вот рекламируешь, если ты поел, там объелся, съешь там, я даже вот эти уже слова, я не помню, там какие в рекламе, но вот есть такая. и там... Да, 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 и у тебя все хорошо переварится, мол, ну, вообще, без комментариев. Нет, больше всего мне нравится, когда сначала там идет реклама такая, значит, про печень, когда вот вас окружает плохая среда, там показывают пирожные, алкоголь, да, так это, и потом, вот скушайте это, и так сразу печень восстанавливается, восстанавливается, я так спрашиваю, а если просто не жрать это, и вот эту вот дрянь в себя не вливать, то, что будет. То есть люди рассказывают, показывают о том, что алкоголь там разрушает, вот жирно жрете много, там тоже разрушает. Второй ряд, второй смысловый ряд надо тоже отслеживать, да, кстати. Ну, не говоря уже о том, что это все просто красивая медиокартинка, ну, все вообще, как они рисуют, это красивый мультик вот для глаз, оно это просто вообще... Так оно не так происходит вообще, как они это рисуют, естественно, просто мультик какой-то людям запускают, интересно, что как оно есть, и вот и все. Ну, так вот, значит, когда очистились вы касторочкой хорошенечко, после этого вы в течение суток пьете чистую воду, как для голодания уже подготовленную, то есть она должна быть очищенная, там у кого вообще никаких возможностей нет, хотя бы кипяченую, отстойную, желательно там потом настойную, на каком-то шнгите. Очень хорошо, кстати, идет вода, которая противая, так называемая, то есть кто может себе позволить это над этим заниматься, то пить противовую воду, но летом, кстати, надо пить, пить можно иногда прохладненько, согревая его во рту, а зимой надо обязательно пить теплую воду на голодание. Ну и в целом в нашем регионе желательно теплую воду пить зимой, и опять-таки ту же самую горячую, можно сказать, как минимум теплую тоже, и летом, что просто даже это, то есть холодная вода, она вопреки распространенному мнению, особого жажда не утоляет, это только мешает организму во многих случаях, даже, например, если пищу заесть, запить холодной любой жидкостью, водой или любым напитком холодным, она сразу перемещается в кишечник и желудка, сразу же. Это уже доказано, используется, кстати, в рентгенологии, когда, в общем, надо вывести быстро пищу из желудка, дают холодную воду после приема пищи, и она переходит в кишечник для исследования. Ну и так обнаружили. И те же самые различные фастфуды, сети фастфудов, не будем, как говорится, называть слух, они предлагают холодные напитки, в первую очередь, и по заниженным ценам для чего? Чтобы люди, как только они поели, сразу холодненьким запили, они сразу же опять, у них какая-то еда проваливается в кишечник, в тонкий, и желудок пустой, они опять хотят есть. То есть вот такой вот момент. Ну и в целом вырабатывается привычка. То есть поэтому вообще холодным, да еще и запивать, ну это вообще абсолютно, абсолютно уже, ну скажем так, ни в какие ворота не лезть, если так задуматься. То есть это уже надо убрать. Ну это мы тоже немножечко в сторону ушли, тоже важный момент такой. Как бы наша веточка рассуждений обрастает такими подробностями, скажем так. Ну вот, после того, как вы очистили, вернее, да, провели очищение касторкой и лимоном, ну или там любым другим кислым продуктом, вот клюква хорошо, вот клюква, брусника тоже хорошая, но брусника чуть-чуть менее сильная, чем клюква. Ну тоже отдельный разговор, но так оно вот тоже по исследованиям интересно получается. После этого в течение суток вы пьете чистую воду, тепленькую, которую приготовили для именно голодания, и переходите на так называемое еще сухое голодание. Настолько, насколько вы сможете. То есть хотя бы, ну, кто-то может сутки. То есть для чего нужно сухое голодание? Через сухое голодание в организме запускаются процессы терморегуляции. То есть если зимой, например, голодает человек, обычно он мерзнет. Даже бывает и летом мерзнет. Или наоборот, повыше. То есть летом, когда человек голодает, оно сильнее, сильнее идут процессы очищения. От этого от самоинтоксикации ему может плохо становиться. Ну вот сухое голодание я тоже пробовал очень интересная вещь, именно как переход потом к, скажем так, к мокрому голоданию. То есть, скажем, возьмем, ну, возьмем красивую цифру 16, пусть будет 16. 16 дней человек решил поголодать. То есть он первый раз в жизни это делает или несколько раз он делал, он решил поголодать. То он начинать должен именно в таком порядке. То есть сперва он должен проголодать, перед тем, как переходить на большой срок голодания, несколько циклов малого голодания. Вообще, строго говоря, голодание начинается с третьих суток. С третьих суток до трех суток организм еще питается запасами, которые в печени, гликогентом и так далее, запасами в печени, то есть фактически таким аварийным депо. И только после этого уже и приступы, желание поесть пропадают, и человек уже начинает себя чувствовать более спокойным, меньше реагирует какие-то раздражители, может быть. Хотя себя надо от этого, конечно же, огородить. То есть на пищу по-хорошему желательно вообще исключить, скажем так, перед глазами, чтобы пища вообще не появлялась. То есть на кухню и так далее нежелательно заходить. И запахи. То есть если есть возможность как-то от запахов тоже отойти, то тоже это очень желательно, очень сильно мешает. Ну и несколько циклов. Вот три, четыре, трое, четверо суток человек проводит. Из них сухими, пусть он проведет ну двенадцать часов для начала. Потом, если есть возможность, он переходит хотя бы на двадцать четырехчасовое сухое голодание. В идеале, пусть это будет даже трое суток. Я обычно делаю как после очищения касторка с лимоном. Я сутки еще прихожу в себя. И поэтому не то, что это голодание, а просто такое еще успокоение. То есть можно кушать, но если мы переходим на голодание, то естественно мы не кушаем, просто водичку пьем, чтобы восстановить водяной баланс. То есть очень много влаги выходит. А потом, после этого, как водяной баланс восстановлен, почему сразу нельзя переходить на сухой, чтобы именно восстановить водяной баланс. После этого мы проголодали, ну в идеале трое суток, скажем так. И потом, ну лично я проголодал тридцать суток. У меня была подготовка. Я в шестнадцать лет прочитал там различных авторов того времени, там Полю Брек в том, чудо голодания в том числе. Ну и пробовал голодать уже с тех времен. И фактически вот за все время я даже неисчислимое количество раз проголодал, и поэтому есть подготовка. Если у кого есть подготовка, могут и дольше голодать. То есть я проголодал тридцать суток. Ну вот. И после этого я перешел на сырое питание. И вот на сегодняшний день вот этот алгоритм он подтверждается тем, что вот уже пошел пятый год, скажем так, как пятое лето. У меня срывов практически у нее не было срывов. То есть ничего не сырое мне никогда не хотелось и в рот не попадало. И психологические вот эти моменты они некоторое время держались, скажем так, но физиологически прошли намного быстрее. Ну и вот где-то через два, два с половиной года человек уже эмоционально к трём годам ближе он уже эмоционально более становится крепким. То есть вот три года это такой, три лета это такой очень важный рубеж, можно сказать, после которого практически человек уже ну ему надо где-то постараться себя даже психологически заставить опять перейти на вареную, например, пищу. Не говоря уже про какую-то мясную. Ну всякое в жизни бывает, мало ли что, катастрофические ситуации или какие-то моменты выживания где-то в лесу всякое бывает зимой. Тогда, конечно, уже можно в общем-то любую пищу употреблять, это понятно. Ну а так, когда есть выбор, то надо стремиться вот к этой идеальной версии. Ну так вот, после голодания человек переходит на сырое питание и практически ему остаётся только именно за своей психикой следовать. Но опять-таки всю эту психику микрофлора очень сильно поддерживают и тоже надо понимать. микрофлора, когда перерождается, она перерождается опять-таки на чистой среде. И вот когда вы поголодали и вы начинаете уже выходить из голодания, тоже правильно, это тоже определённый есть алгоритм. Я не буду останавливаться длинно, скажем так, коротко скажу. Естественно, вы сперва выходите соками, даже может быть разбавленными, если длинное голодание. То есть там 30-40 суток особенно важно. Надо выходить, даже бывает на четверть разбавленный сок, выпивается 100-150 миллилитров. Чтобы вы понимали, насколько острожно надо выходить. И постепенно, постепенно человек доходит до того, что он просто сырый продукт употребляет в том объёме, в каком для себя выбрал. Можно после этого даже перейти, мы ещё на середине позже остановимся, можно перейти к третьему пункту трудных случаев, какие-то исключения. Ну, давай поговорим о трудностях жизни. Кстати, когда тебе нужна будет музыкальная пауза, ты можешь сказать, нужна музыкальная пауза, я поставлю. Хорошо, хорошо. Ну, трудные случаи, это, как правило, связанные с тем, что человек, он же живёт в любом случае в окружении других людей, в так называемом социуме. И самый главный барьер, это, конечно же, ближайшее окружение, семейное. Или, может быть, какое-то близкое социальное, другое, там, друзья, знакомые, там, сотрудники, может быть, какие-то. Ну, яркий пример, те же самые, те же самые какие-то творческие, да, которые везде ездят постоянно, и у них постоянно вынуждены какие-то банкеты, особенно, если они, как говорится, светские вот эти песенки поют или-тилитом троллевали. Вот. То, конечно, в таких случаях человеку уже очень трудно перейти на сырое питание и без изменения вот каких-то уже таких даже семейных отношений уже и дальше не о чем думать. То есть, естественно, должна хотя бы, семья хотя бы, если уж и не поддержит, то, по крайней мере, не мешать таким людям, опять-таки, дополнительная нагрузка ложится на того, кто готовит, если там, например, жена готовит постоянно, то уже у нее и стиль приготовления другой, то есть, и многие-многие моменты по-другому возникают. В семье, особенно, если дети тоже есть, вот, естественно, тому, кто стал на такой путь определенной трудности возникает еще и в каком плане. Ему же хочется, чтобы все вокруг тоже так стали, начали делать, чтобы тоже все начали вокруг сырьянами становиться. А они, например, не хотят. Ну, или не могут, или не могут. Например, дети в силу возраста. Если дети уже привычные к обычной такой всеядной пище, ну, всеядной, в том числе и мясной, да, и всякой-всякой синтетической, химической вот этой вот со всеми наполнителями, которые сейчас идут во всех этих коммерческих, скажем так, продуктах. Конечно, таким детям очень трудно. Хотя бы их надо уже от химии отводить, а там уже видно будет, что дальше делать. Хотя бы от химии. Вот почему? Потому что опять-таки через все это... Кстати, эта химия, она очень сильно влияет на микрофлору кишечника, заставляя ее быть более агрессивной. Особенно генномодифицированные, кстати, организмы. Вот генномодифицированные организмы тоже очень сильный бич. Может быть, если некоторые не знают, вот краткий механизм воздействия генномодифицированных организмов тоже очень важный момент. Они... Не человека как такового меняют генетический код не напрямик, они меняют генетический код микрофлоры кишечника, и генетически измененная микрофлора кишечника начинает генетически измененные генерировать вещества по запросу организма. Организм попросил белок. Она ему сгенерировала белок, но генномодифицированный. И человек, встраивая в себя этот уже генномодифицированный белок, почему он уже как родной идет, потому что его сам организм восстановил, то после этого, как генномодифицированный белок разнёсся по всему организму, он уже встраивается в клетки, и с каждым разом, с каждым разом, с каждым годом, как говорится, всё больше и больше, организм генноизменяется. И, естественно, меняется генетическое содержание и всех половых клеток, и у мужчин, и у женщин. То есть, естественно, уже при рождении детей, например, у таких пар, у них уже, естественно, частично будут уже генномодифицированные дети рождаться. То есть, вот к этому всё идёт. Поэтому генномодифицированная пища, она очень опасна, конечно, особенно тем, кто, скажем так, в детородном возрасте. Об этом надо, конечно, задуматься. То есть, вот такой момент тоже есть. Генномодифицированная пища есть, конечно, среди и сырой, мы об этом тоже поговорим. Но вот детей надо от этого отводить. То есть, если вы родили детей, для чего их родили? Чтобы они что, стерильными стали? Нет, конечно. То есть, даже вот в этом разрезе или в раке, или то, что они потом генномодифицированные продукты употребляют, сами становятся генномодифицированными со временем. Вот это тоже момент, тоже нельзя выпускать ни в коем случае. То есть, тоже надо понимать, на каком уровне все это происходит. Вот эти моменты, это все, вот можно даже по ключевым словам и набирать в интернете, там тысячи ссылок, пожалуйста. То есть, по каждой отдельной фразе можно еще очень долго ее раскрывать. То есть, она раскрывается отдельно, каждый вот этот момент раскрывается, и под этим есть уже определенные наработки. Не только вот, как говорится, в сети в интернете, а именно практические наработки. То есть, то, что вот... Ну, в общем, все это влияет очень сильно. Так что ГМО-продукты, конечно, они очень опасны. Вот немножечко мы в сторону ушли. Да, мы говорим про трудные случаи. Да, 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 да. Вот. Так что семейный фактор очень важен, и фактор окружения очень важен. Это тоже надо понимать. И то, и в другой стороне. Конечно, если это вместе будет семья делать, это очень хорошо. Ну, с детьми, с детьми это тоже отдельная тема, отдельный длинный разговор. Ну, факт в том, что дети, они сами потянутся. Вот насколько они тянутся, настолько они пусть и будут. Если уже они употребляли, то, что, в общем-то, по мнению родителей, они уже не должны употреблять хотя бы на сегодняшний момент, тут уже ничего не попишут. Но химию можно убирать сразу. Конечно, будет просто ломать, ребенка ломает. Вот я наблюдал такие случаи много раз, что просто и взрослых ломает, и детей ломает. Особенно, когда они переходят с коммерческой пищи, просто даже на обычную. Даже пусть не на вегетарианскую. Без всяких колбас, тех же самых, которые вообще атомная бомба. Это трудный случай, ты перечисляешь, можно их в копилку наших бабушек и дедушек класть, которые привыкли, что колбаса – это обязательно, что белый хлеб – это тоже обязательно. Чай с сахаром. Сахар до чаям – это вообще, без этого никак, силы не будет. Сгущёночка, сгущёночка. Ну, сгущённость святая, что-то. Варёнка. Это вообще королева достала. Так что вот такие моменты, надо обращать внимание. И когда родители начинают умнеть, ребёнок у них появляется, они сами берутся за ум, то вот им, ну, где-то они, может, прочитали, где-то услышали, что не надо ребёнку приучать к еде, которая связана с трупятиной. Не надо. Пускай ребёнок будет вегетарианец. Пускай он живёт так, как вот по природному циклу ему, то, что дано. И они обращают внимание, что ребёнок перестаёт болеть как-то, меньше его проблемы какие-то, волнуется здоровьем. Но тут появляется бабушка с дедушкой, которые быстренько приносят с собой какие-то там чипсы, какие-нибудь там колбаски. Бабушка идёт быстро на кухню, готовит какой-нибудь суп там, борщ, где там сало плавает наверху. Ну, что, я не знаю, что-нибудь такое. Зажарочка, зажарочка. Да, шкварочки, зажарочки, вот, ребёнку это надо есть. И сколько бы родители не убеждали бабушку, что у нас другой цикл питания, другой принцип питания, бабушки этого не слышат. И дедушки тоже не слышат. Ну, как же так? Я к внуку, к внучке приехал, и что же, не могу конфет с собой привезти, чипсов привезти, газировки какой-то привезти. Что же вы совсем тут, звери какие-то, а не родители. Так что вот это вот фактор очень серьёзный. А какие исключения есть там? Ну, вот исключения, опять-таки, это дети. То есть, это дети. Если ребёнок, как я сказал, вернее, насколько ребёнок готов, настолько он к этому и может подойти. То есть, за родителями. Если родители стали, решили стать сыроедами, они ими стали, к примеру, да, на сыром питании. Вообще, слово сыроеды мне не очень нравится, какое-то слово дурацкое. Ну, раз уж так оно уже везде повелось, то вот пусть будет сыроедение. Ну, факт в том, что родители, когда перешли, то родители не должны ребёнка сильно тянуть за собой. То есть, они занимаются своим питанием, а ребёнок уже, насколько может, настолько он и подтягивается. Они, естественно, ему помогают, одобряют и так далее. И со временем ребёнок всё равно потихонечку, потихонечку, потихонечку он перетянется. Ну, потому что всё равно, когда один стол, то мама, конечно, старается, например, для отца, для папы, для детей, там ещё, может быть, для других родственников, готовить что-то однообразное. И постепенно-постепенно ребёнок, конечно, переходит на более такое, может быть, и не на сырое питание, но на доминирующее. То есть, вот, например, даже если человек ест варёные там, то надо начинать обязательно с салатов, то есть сырого. То есть, просто сырого. Ну, в общем-то, вот такие исключения, ну, больше исключения есть крайние какие-то степени заболеваний или какая-то крайняя истощённость. То есть, если человек ощущает, что он не способен, то, конечно же, просто вот это и есть то исключение, которое, ну, по какой-то причине он не может. Не может по какой-то причине, или не способен, или сил в себе не ощущает. То в таких случаях уже надо дождаться времени, когда он почувствует в себе силы. Ну, в общем-то, трудные случаи связаны ещё с тем, что какие-то традиционные праздники по-другому уже начинаешь рассматривать, даже в этом, вот через призму даже питания. И через эту вещь тоже можно порассуждать, откуда такие праздники взялись. Очень странно. То есть, человеческому организму не свойственно такое питание, да, скажем так, варёными, жареными и так далее, мясными продуктами, а это есть. Есть даже в некоторых видах традиции. То есть, тут тоже можно задуматься, почему так произошло. Тоже интересный разговор. Так, ну, можно перейти к следующему пункту. Составные аспекты сыроедения. Давай перейдём. Сыроедение, оно тоже, скажем так, на несколько уровней делится. Почему? Потому что, вот, например, поначалу, я когда перешёл на сыроедение, на сырое питание, поначалу, например, очень сильно тянет на что-то такое тяжёленькое. То есть, хочется всё равно, чтобы почувствовать вот эту тяжесть приятную в животе, там, когда, там, пища долго лежит. Вот, вот, какая-то калорийная, тяжёлая. Вот. Очень много орехов, семечек различных я первое время употреблял. Просто тянул, и всё. Хотя я знал, что, ну, в общем-то, не рекомендуется их очень много есть. Там, условно говоря, ну, 50 грамм, там, ну, 100 грамм в день, да, чистых орешков, семечек. Иногда получалось, конечно, больше. Вот. Но, хотя, если какие-то физические нагрузки повышенные, то мы об этом отдельно поговорим, можно употреблять. Ну, желательно семечки орехи, кстати, замачивать, тоже потом я отдельно скажу, почему. Желательно замоченные. Также какое-то сырое масло, то есть, вот, на первом этапе оно очень сильно помогает. То есть, сырое масло, какое-то сыродавленное, сейчас продают их, или люди покупают, есть такие домашние сейчас, кто хочет, тоже в сети посмотреть. Видите, в интернете. Такие маслодавки, которые давят сырое масло, то есть, засыпаются сверху в контейнер. Семечки, ну, пусть будут подсолнечника, льняные какие-нибудь, да все что угодно. И кедровые. Ну, и с одного, со шнека капает масло, а с другой стороны выходит жмых. То есть, можно таким образом. Оно, конечно, не идеальное, то есть, через металл проходит. Ну, самый простой вариант, конечно. Можно пользоваться покупными. Есть некоторые масла, виды масел практически в каждом магазине. Ну, вот, самое распространенное оливковое масло, оно здесь подсолнечное бывает, тоже сырое. Льняное сырое часто попадается. Горчичное часто в магазинах, если кто покупает, попадаются. Вот такие масла. Ну, либо маслодавку купить, это было бы, конечно, идеально. Ну, вот такие вот продукты, они, конечно, способствуют устойчивому такому переходу на сырое денег, кто чувствует потребность. Ну, а некоторые могут почувствовать, что им просто на фруктах, на овощах очень даже хорошо. Можно употреблять на каком-то этапе мед. То есть, в общем-то, такой продукт, несколько пограничный, но кому, особенно сладкоежкам, вот, можно все, что основано на меде. То есть, какие-то, либо сухофрукты сладкие. Кстати, вот сухофрукты сладкие, имеет смысл даже купить отдельно сушилку, кто имеет возможность. И самостоятельно сушить фрукты, потому что покупные фрукты, сушеные, ну, и овощи бывают сушеные тоже иногда, они непонятны, в общем-то, происхождение. Что бы там ни говорили, они все равно прошли через несколько рук, и добиться какого-то внятного радиоответа очень, в общем, практически невозможно. Все, что угодно говорят. И потом все равно все наоборот получается. Но, опять-таки, тут затрагивается аспект, что надо и жизни, в общем-то, менять, и учиться хотя бы часть питания самостоятельно выращивать. Об этом мы тоже чуть позже поговорим. Это тоже основной аспект. Он уже просто мировосприятие меняет. То есть, вот, тоже задумаемся на эту тему чуть-чуть попозже. Ну, так вот, составные аспекты. Об этом мы поговорили в случае. Потом также очень важны для многих вкусы. Вот тоже очень важный момент. Вкусы. И когда вкусы становятся приведенными, человек очень может сильно страдать. А тут еще и средение какое-то на его голову, как говорится, свалилось. В таком случае очень даже хорошо спасают приправы. То есть, я вот в приправах, я не вижу, кстати, ничего такого отрицательного. Они желательно, конечно, должны быть куплены не размолотые. Потому что размолотые, может быть, они непонятные, какие-то разбавленные или еще что-то. Может быть, из плохого сырья сделаны. Может быть, из термически обработанного сырья. А когда они покупаются цельными, то человек уже видит, из чего он сам делает. Потом сам себе эти приправы. Ну, не знаю, там перец какой-нибудь черный, там красный. Какие-то, может быть, другие приправы. Или зелень какая-то сушеная. Просто это все можно в блендере. Тоже желательно приобрести. Ну, или так, покрошить. И обязательно вот это тоже употреблять. Потом очень важный момент. Как ни странно, соль. Вот обычно сыроеды идут по этому пути. Они думают, о, чем больше мы всего исключим. Вот говорят, соль тоже не надо. И вот я тоже ее не буду есть. И вот куча книг, например. Сейчас, конечно, многие, возможно, как говорится, в меня будут камнем бросать. Говорят, как так, сыроеды, да еще и соль. А вот есть такая статья. Я отошлю всех просто на сайт Крамала. Крамала.инфо. Есть такой... Была такая статья в свое время. Не знаю, кто-то, может, пропустил или нет. Я ее прочитал. Мне она очень понравилась. Она как раз и легла в копилку тоже. Интересные таких моментов. Она опубликована была 6 апреля 2015 года. Называется «Атмосферное давление и соль. Свидетельство катастрофы». То есть на сегодняшний момент, если вот коротко передать мысль, почему все-таки надо есть соль и, в общем-то, эту статью, да. Хотя сейчас многие сыроеды возмутятся, возможно, кто соль не ест. И кто начитал все каких-то, может быть, книг. Но все-таки задумайтесь над этим аргументом. Вообще, как таковая соль, конечно же, человеку не нужна. Но дело в том, что на нашей Матушке-Земле очень сильно изменилось атмосферное давление. Раньше атмосферное давление было примерно в 8-10 раз больше. Ну, кто, может быть, не знает. Например, вот есть такой вид драгоценных камней, хотя это не совсем камень, янтарь, да, полудрагоценный он является. Это застывшая смола. И вот брали эти пузырьки воздуха, которые засохли, не засохли, а при засыхании смолы, остались внутри. Их примерно давление в 8-10 раз больше, чем на сегодняшний момент. И содержание, кстати, кислорода тоже. Где-то, сейчас я запотрудняюсь, сейчас по памяти, ну, где-то 35-50%. То есть не как сейчас, около 21%, там 25%. Практически в два раза больше было кислорода. Вот. И атмосфера была, атмосферное давление в 8-10 раз больше. То есть на это, кстати, и другие исследования указывают. И на тот момент не надо было человеку практически соль употреблять. Но когда атмосферное давление снизилось, чтобы... Ну, и в организме, естественно, включаются некоторые компенсаторные, такие, скажем так, механизмы. И компенсаторный механизм такой, что обязательно человеку некоторое количество соли надо употреблять, чтобы давление внутри клетки компенсировалось тем давлением, которое стало более, ну, меньшим, чем раньше. То есть не 80 атмосфер, а одно атмосферное давление, да, у нас на сегодняшний момент, то есть за точку отсчета принято. 760 миллиметров ртутного столба. Ну, кто не знает. Вот. Поэтому это из двух зол меньшее. То есть получается из двух зол меньшее. Вот, скажем так, если в двух словах. А кто хотите, пожалуйста, почитайте. Очень интересная статья. Вот очень сильно рекомендуем. Ты знаешь, здесь надо еще отметить следующее, что лучше всего употреблять в питании те продукты, которые существуют в природе без переработки. И вот если мы обратим внимание, что соль в чистом виде все-таки существует, встречается, и ее без переработки можно употреблять, то вот, к примеру, сахар в чистом виде, вот именно в чистом виде, чтобы он так же где-то, залежи сахара были, или растворы какие-то были сахара, в природе не встречается. Есть растворы, где присутствуют какие-то варианты сахара, сахароза, фруктоза, глюкоза, но они присутствуют в клеточном состоянии. Выжатого нет, высушенного нет. И вот поэтому, когда мы сравниваем, что страшнее для человека, например, соль или сахар, то мы себе должны ответить, что то, что в природе есть, то естественно, а то, что получается из природы при помощи рафинирования, выработки, выжимки и так далее, то в этом случае это уже не очень полезно, а может быть даже очень неполезно. К тому же, если мы обратим внимание, то в чистом виде сахар в крови – это всё-таки некое нарушение в большом виде, а вот соль в крови может присутствовать и должна присутствовать, иначе всё-таки организм не совсем правильно работает. А если соль убрать, то будет совсем неправильно работать, потому что соль помимо удержателя воды, помимо ещё каких-то функций, она ещё отвечает за передачу информации, за передачу энергии, энергообмен, и вонобмен и прочее, прочее, прочее. То есть здесь, в данном случае, надо это всё учитывать. Когда вот там клеят ярлыки, что вот это белая смерть, это белая смерть, это белая смерть. Да, в определённом количестве я согласен, но всё-таки, но всё-таки, здесь надо очень чётко давать себе отчёты, что в природе встречается, в каком качестве, в каком виде, и что есть в человеке, и в каких пропорциях, а не просто так всё по одну гребёнку. Ну, вот в зале же мёд добывать встречается из сладкого. Ну, мёд, он же… Да, но мёд, во-первых, надо отметить себе, что мёд всё-таки это не просто так выработано, это животное начало, да, а соль всё-таки животное не производит. Вот. И ещё, когда ты говорил про то, что там сахар лучше не употреблять, здесь согласен. Если тянет на сладенькое, если ваши гельменты вам дают сигнал о том, что хотим жрать, хотим сладенькое, у нас банкет запланирован на какое-то время, то в этом случае можно преподносить им какой-то, в общем, нехороший подарок. Например, не есть рафинад, не жрать сладкие плюшки и пряники, не пить сладкий-сладкий чай, а, может быть, взять… Рачат. Да, может быть, взять что-то такое, пожевать, где, да, сахар присутствует, но он присутствует природный. И, может быть, лучше взять мёд, ложечку мёда съесть, да, который… Сухофрукты. Сухофрукты, да, где сахар присутствует или вот как мёд, где он не в чистом виде, а он с какими-то элементами выработки, которые вырабатывают пчёлы, или сухофрукты, где он тоже находится внутри клетчатки. Вот это будет намного лучше, чем вы поддержите банкет для своих товарищей гельментов. Ну, кстати, сухофрукты мы тоже готовим, и вот те сухофрукты, которые мы с сушилки сами делаем, с сушилки с регулировкой температуры мы ставим на 40 градусов, после 42 градусов клетка распадается. Вот мы на 40 градусов ставим, и сами сушим намного слаще. Вот, например, то есть кому сильно хочется сладкого, вот возьмите бананы, посушите, вот они очень сильно сладкие. Там, если какие-то финики хорошие, человек может достать, потому что там тоже много подозрительных всяких бывает. Ну, ты знаешь, про бананы я бы осторожнее здесь выражался, потому что всё-таки бананы, первое, это не совсем наш фрукт или ягода. Это крайний, да, да, это крайний. Да, это первое. Да, это первое. Во-вторых, всё-таки в нём присутствует очень много того, что для нашего организма не является полезным. То есть там мы с одним злом боремся, а второе зло в себя вваливаем. И плюс ко всему, всё-таки бананы, которые растут на веточке, которые срываете, они разительно отличаются от того, что есть в магазинах, скажем так, средней или части России, или Сибири, или Дальнего Севера, или такого Ближнего Севера. Это тоже надо учитывать. То, чтобы они пришли, вот кто видел, как бананы вообще, в каком состоянии их отправляют, и чем их обрабатывают, для того, чтобы они к нам дошли в более-менее нормальном состоянии, и потом, чем их ещё обрабатывают, чтобы они стали жёлтыми, чтобы произошло искусственное дозревание, ну, наверное, станет многое на свои места. Просто скажу, что их сначала моют, и не просто в обычной воде, их сначала моют в воде, которая уничтожает все микробы, грибки, а это всё-таки, скажем так, средства, ну, антисептики серьёзные, которые пропитывают банан. Во-вторых, саму ножку, где банан отрезают, тоже смачивают неким ядом, для того, чтобы грибки там не начали расти. Хотя, говорят, это не страшно, это чуть-чуть совсем, но всё равно вот эти яды, они попадают внутрь банана во время транспортировки. И потом, когда газом обрабатывают, чтобы они начали быстро созревать, то этот газ тоже особой пользы не приносит. Ну, и плюс ко всему, тот крахмал и крахмалистые различные вещества, которые присутствуют в огромном количестве, плюс вот это всё ядовитое, что уже было туда дополнено, они не очень правильно, не очень хорошо действуют в нашем организме, в первую очередь на печень и поджелудочную. Вот это вот надо всем нам учитывать. Да, да, вот с поправочкой абсолютно согласен. Это какой-то, может быть, крайний случай, и то лучше, наверное, мёд. Ну, хотя вот есть же такая народность, хунзу живёт в Индии. Ну, кто ж не знает-то, да. Да, да, они абрикосики, то есть сушёные абрикосы. Там у них голодание, там у них усушёные абрикосы, у них и свежие абрикосы, и абрикосы в виде отвара и в виде настоя, там что-то они с абрикосами не делают. Чай абрикосовый. И при этом живут особо не болея, и живут молодыми до самой старости. Да. Ну, в общем, в итоге какие-то берутся сладкие фрукты какого-то местного произрастания, в идеале, конечно же, и высушиваются, желательно самостоятельно. Вот тогда они становятся очень сильно сладкими. Но если совсем дальше тянет, то можно, конечно, и мёд. То есть, ну, кто не может, например, совсем. Ну, можно, конечно. Ну, во всяком случае, это лучше, чем просто рафинад сахар проглотить. Конечно, конечно, конечно. Ну, мёд в небольших количествах. Кто живёт в холодном климате, мёд зимой они могут там, ну, я, например, могу там ложечку съесть, ну, я мёд, вот, могу, ну, раз в месяц я съел ложку там этого, очень люблю я гречишный мёд. Ну, съел я ложечку гречишного мёда, и он прогревает очень сильно. То есть, я на него сразу в подбросаю. Вот у него такой есть, как лечебное, то есть, может быть, скажем так, как лечебное средство. Вот можно использовать или согревающее. Ну, вот мёд очень хороший. Но, опять-таки, за мёдом тоже надо следить. Сейчас очень много всяких подделок, китайских и так далее, отдельная тема. Ну, если нам дальше продолжать, да, эту тему, вот по поводу соли, в общем-то, я вкратце сказал. И у меня был лично такой опыт. Я, когда перешёл на сырое питание, тоже прочитал много про соль, то, что она именно вредна. Ну, и думаю, не буду есть. И я в течение двух с половиной лет я соль вообще не употреблял вообще. И пришёл к выводу, что всё-таки вот я по своему организму посмотрел, постепенно-постепенно у меня слабость нарастала, нарастала. То есть, отсутствие энергии нарастало. То есть, вот именно связанное, видимо, с отсутствием соли. То есть, даже просто... Меня потянуло, кстати, на такие заменители соли, как сельдерей. То есть, вот, например, сельдерей, мы даже один сезон выращивали сельдерей, я из него делал сок или так ел. Сельдерей очень много натуральной, даже, скажем так, природной соли, насколько это вообще может быть в растении, да. Я этот сельдерей очень много употреблял. и лимоны, то есть они кисленькие как-то хоть заменяли, может быть, вкус частично, да. Но чувствовал ослабление постепенное и понял, что действительно что-то надо менять. И мне потом попалась вот эта статья. Я ее прочитал, думаю, ну что, может быть, действительно не зря мне эта статья попалась. Иначе опять есть соль. И понял, что действительно у меня появилась энергия сразу. То есть резко появилась энергия. И, скажем так, все процессы жизнедеятельности стали более быстро протекать. То есть как-то я даже стал более активным, что ли. Не то, что активным, а замедленность или даже не замедленность, а вот где-то приходилось себя что-то заставлять, например, через силу делать. И я потом пришел к выводу, что это делать все было в соли. Вот в чем вся соль, так сказать. И это был такой эксперимент глобальный. И с одной стороны я понял, что я допустил ошибку. Не поддавайтесь на эту ошибку, по крайней мере подумайте, да. Прочитайте все эти статьи и со всех сторон. И в пользу, и против. Подумайте, как говорится, сами. То есть в каком-то количестве соль необходима организму. Да, да, да. Ну, я думаю, в таком количестве, чтобы просто вкус какой-то появился чуть-чуть, этого вполне достаточно. Это, кстати, сыграет на руку к тому, что переходить на сыроедение, и так вкусы некоторые могут, гаммы вкусов страдать. Ну, соленая еда, конечно, она больше вкуса дает. Это тоже момент надо учитывать. Кстати, если мы говорим с тобой про соль в пище, то в этом случае есть такой маленький секрет для того, чтобы не потреблять излишки соли. Хотя, опять же, многие профессора, которые настоящие профессора, а не те, которые выдуманные, они говорят, что, опять же, организм каждого человека уникален. Кому-то ложка соли в день в столовой – это норма, а кому-то щепоточка норма. Так вот, есть такой простой принцип соления. Варите, если вы ещё варите или запариваете, если вы пищу варите или запариваете без соли, а уже в тарелке досаливаете. Вот это очень хороший вариант, который себя на самом деле оправдывает. Вкус соли вы чувствуете, но излишку вы не получаете. И в том случае, если вдруг у вас чувствуется какая-то слабость, вот о чём ты говоришь, вот в этом случае тогда можно немножечко увеличивать количество соли. То есть надо подобрать то количество соли, которые в данный момент, в данное время для вас больше подходят. Летом нужна одна концентрация соли в крови, зимой другая концентрация соли в крови, осенью, весной третья. Если вы активно занимаетесь, и у вас исходит много жидкости из организма, то в этом случае, скорее всего, вымываются соли. И вам надо понимать, что, возможно, вам потребуется добавка соли. Если же вы занимаетесь сидячим трудом, в кавычках, то в этом случае тогда вы особо не потеете, особо много соли не теряете. В этом случае, наоборот, возможно, вам необходимо от соли постараться воздержаться. То есть здесь нельзя однозначно говорить вот только так и только так, исходя из того, что, первое, каждый человек уникален, и, во-вторых, каждый занимается своим видом труда. А это означает, что он по-своему теряет запасы и влаги, и соли, и у него расходуются запасы питательных веществ тоже по-разному. Да, где-то это градуируется от полграмма до 15 грамм. Это у экстремальных каких-то спортсменов или в жарких странах, где люди постоянно где-то на солнце, например, физическим тяжелым трудом заняты, к примеру. То есть от полграмма до 15 грамм. То есть вот, ну, в частности, в статье вот на Крам, или про которую мы затронули, от 5 до 10 грамм в среднем. Ну, где-то так оно и есть, среднестатистическое будет. Ну, может быть, не от 5, может быть, там от 2-3 грамм. Но есть такой момент, с солью связанный, но очень важный. То есть соль должна быть, опять-таки, вот соль. А во-первых, она должна быть сырая. То есть когда соль вареная, она уже вываренная. И в ней уже сопутствующие микроэлементы и различные природные добавки уже отсутствуют. То есть фактически это соль мертвая. Ее в каком-то экстремальном, опять-таки, случае можно употреблять, когда ничего вокруг нет. Где-то в поездке, я не знаю, еще что-то случилось. Мало ли. Но как таковую надо избегать желательно всеми силами. Почему? Потому что, в общем-то, она мертвая соль. И вообще вареный переработанный продукт. То есть организм вареное хуже перерабатывает. Вот, например, даже те же самые соли. Например, не очень хорошая вода, например, в основном, в целом по России, можно сказать. В ней много различных солей. Вот эти накипные чайники, если немножко в сторону уйти. То лучше пить такую воду, либо сырой, как есть, если она по всем другим параметрам более-менее подходит, просто в ней соли какие-то присутствуют, дополнительные, не вредные для организма. Ну, натрия или калия, к примеру. Никаких бактерий нету, но просто она чуть-чуть с добавлением соли. То лучше ее выпить так, как есть, чем ее варить. Либо надо прокипятить и отстоять ее. Ну, и опять-таки, вода будет чистая, но с другой стороны мертвая. То есть, тогда лучше еще, если дальше человек хочет получить хорошую воду, ее надо замораживать. То есть, из нее противоводу делать. То есть, если мы говорим про сыроедение, то в этом случае соль тоже такой продукт, который тоже должен быть сырой. И вот один из указателей того, сырая она, не сырая, это указание на пачке с солью поваренная. То есть, не поварская, как некоторые считают, а это поваренная, то есть, вываренная соль. Такую не надо. Да, вот такая, и лучше все-таки, конечно, избегать. Но, опять же, вот редко, на самом деле, встречаешь натуральную соль. Ну, там есть, конечно, там пишут морская соль, которую вот так вот из моря достают, она сушится. Вот, но она почему-то или стоит, безумно дорого или крайне редко встречается. Ну, как-то у нас больше привыкли к поваренной соли. Хотя, кстати, вот тоже такой момент, многие говорят, ну, я покупаю эту соль, которая в Советском Союзе была такая сероватая, немножко каменная соль. Но, самое интересное, что вот эта самая дешевая соль, как правило, из Белоруссии, которая идет, ну, в европейскую часть России, однозначно, то там тоже почему-то написано поваренная. И хотя, казалось бы, ее достают в шахтах, каменная соль, дробят, но почему-то тоже слово поваренное там присутствует. Вот это для меня несколько загадок, конечно. Я, кстати, тоже на эту тему задумывался не раз. Почему ее варят, если можно не варить? Ну, то есть, какие-то свои цели преследуют. Либо коммерческие, чем больше цепочка обработки, тем выгоднее дороже продукт. Ну, либо какое-то второе дно есть там, непонятно, с какими целями его варивают, чтобы мертвый продукт просто расходился. Кстати, еще более опасная соль, это где присутствует йодат калия или йодит калия, так называемая иодированная соль. Это вообще смерть. Это просто смерть. Это ни в коем случае такую соль вообще нельзя употреблять, даже если вокруг соли нету, то некоторое время человек может там, условно говоря, до полугода, до года он нормально может существовать еще. Потом уже начинается какое-то голодание у него, солевое, скажем так. Все можно так выразиться. Ну, вот йодит калия и йодат калия, которые присутствуют в некоторых солях, особенно йодит калия, он очень вреден, это канцерогенные вещества, которые добавляют якобы для улучшения, для дополнения, вернее, йодом этой соли. На самом деле это очень агрессивное химическое вещество, оно влияет очень сильно плохо на весь организм и в том числе на шишковидную железу. Вот этот йодит калия или йодат калия, они, эти два, эти добавки летали и так, которые бывают в разных странах по-разному, даже в России встречаются, они очень вредны. Хотя обычно пишут йодированное, просто йодированное, это значит, что там либо йодат, либо йодит калия, вот другого не может быть, никакой-то там йод натуральный кто-то там намешал, нет, там идет химическая определенная просто добавка, просто синтетика. И шишковидную железу, эти вещества, они просто цементируют, то есть вход и выход через шишковидную железу, вот эти все моменты, да, связанные, если касаться каких-то уже тонких материй, то все эти моменты связанные с какими-то осмыслениями, с переходом на какой-то другой уровень мышления, за связь с родом, за связь с богом, с богами, кому как угодно, все это в каком-то смысле путь будет заказан. Вот, то есть, это тоже надо понимать, почему, потому что вот эти добавки, которые туда добавляются, они очень сильно канцерогенные. Да, но вот эти все волны по юдированию соли, они пошли, опять же, была развернута целая такая гидиационная кампания в средствах массовой информации, когда говорилось, что у нас всех катастрофически не хватает йода в организме, и вот надо принимать морепродукты, надо принимать то, все, пятое, десятое, но самый простой способ – это покупайте юдированную соль, потому что там присутствует йод. Вот это я помню, активно пропаганда такая велась, и многие люди юдированную соль покупают до сих пор, думая, что там на самом деле находится йод, которого, к сожалению, для многих людей, живущих в городах, на самом деле не хватает, но многие не подозревают, что наполнить себя йодом можно совершенно другими способами, не придвигать к этому. Да, это не наполняет, кстати, вообще никак, оно никак не наполняет йодом. Ну, еще юдируют, во многих юдинах принудительно юдируют хлеб, то есть это принудительная йодизация населения, скажем так, то есть вообще, то есть просто об этом даже не пишут, просто в хлеб добавляют йодированную соль или просто отдельно юдит или йодоткалия, по умолчанию, и об этом вообще нигде никто не пишет, очень часто. Во многих странах вообще другую не продают, например, если взять Казахстан, там вообще не встретишь просто другой соли, только как йодированную, к примеру. То есть у них считается йододефицитный регион, ну и есть определенное какое-то распоряжение, сейчас я не готов просто ответить за номером, но оно точно есть, я просто в свое время интересовался тоже этим вопросом. Там просто запрещено другую продавать. То есть государство на своем уровне, на государственном, как говорится, регулирует, что только такой закуп может быть и производство. Ну хорошо, мы с тобой задержались уже на соли, давай дальше, составные аспекты сыроедения мы раскрыли тему или пока еще нет? Ну в общем-то да, можно сказать раскрыли, то есть это вот сырые продукты, может где-то калорийные, так я пройдусь, обратить внимание надо на употребление соли, какого качества, если соль, приправы, если требуется, ну если что-то сладенькое, ну сухие сухофрукты, это понятно. Все остальное употребляется по настроению, это отдельно конечно можно очень долго рассказывать, мы еще попозже коснемся именно со своим меню, если надо будет, я думаю, что будет много вопросов, мы меню коснемся. Ну да-да-да, ты приходишь в гости, а там тортики на столе и много чего другого, и говоришь, ладно, беру-ка я маленький таймаву с своим сыроедением, ну хорошо, давай дальше, тщательное жевание пищи, наверное, да? Давай, да-да-да. Ну вот тщательное жевание, ну во-первых, может быть, кто-то знает, кто-то не знает, вот начну с самого начала, да, в ведах, в ведах, ну скажем конкретно в индуистских, скажем так, ведах, которые пришли нам именно с Индии, вернулись обратно к нам, скажем так, там совершенно четко написано, что пищу надо переживать долго и тщательно, об этом написано, скажем, в наших источниках. Также об этом подтверждали Гиппократа, Вицена, ну если кто-то, может быть, считает их там авторитетами или как-то, может быть, прислушивается, то есть вот Гиппократа, Вицена, они тоже об этом говорили. И это отражается на многих факторах, кстати, как ни странно, тщательное жевание и в том числе и на сыроедение. Ну и существует такое понятие, что, во-первых, надо садиться за стол, когда голодный, когда ты голодный, действительно, то есть есть аппетит, а есть голод. Аппетит – это искусственная наводка. Голод – это естественное желание, потребность, физиологическая потребность организма в питании. А аппетит – это чисто эмоция. То есть вот тоже надо научиться различать, кстати, два этих состояния – либо аппетит, либо голод. Аппетит – он в голове, так, если грубо, а голод – он в животе. Так тоже, если по-простому. Поэтому садиться за стол надо голодным, очевидно истинно. Пережевывать пищу, ну, рекомендуют минимум столько, сколько зубов, ну, пусть хотя бы с этого начинать 32 раза. Я, кстати, занялся когда-то пережевыванием. Есть определенные методики пережевывания, которые доходят от 300 до 500 раз. То есть 300-500 жевательных движений на одну ложку чайную. Я ел по часу, по полтора одного время. Очень интересный опыт. Даже воду надо держать во рту или чай вы пьете или какую-то жидкость, сок. То есть надо обязательно держать во рту. Так вот, это тщательное оживание, оно приводит к какому механизму? Во-первых, пищу вы, когда кладете в рот, вы ее языком ощущаете. Желательно, кстати, закрывать глаза. Это поднимает энергетический такой потенциал очень сильно. Но, конечно, это не всегда возможно. Но на начальном этапе где-то дома в спокойной атмосфере, если никто не мешает, то можно провести такой эксперимент поджевать с закрытыми глазами. Очень интересное ощущение. Кстати, энергетика пищи намного сильнее впитывается. То есть буквально, когда я начал просто тщательно сжевать даже с закрытыми глазами, у меня прием, у меня объем приема пищи умерщился где-то в 4-5 раз при таком же насыщении. То есть я ничего не делал. Это не кто-то мне сказал, это лично я сам, как говорится, на своей шкуре это испытал. Поэтому эти слова я могу ответить. Вы, пожалуйста, тоже прислушайтесь. Все слушатели и, по крайней мере, задумайтесь. И, может быть, где-то вы к этому тоже придете, что тщательно жевать обязательно надо. Так вот, пища стала съедаться в 5 раз меньше. Примерно. Но увеличилось время приема незначительно. То есть если жевать там 30-40-50 раз, ну так же полчаса, минут 40 у тебя уйдет, скажем, на прием пищи это максимум. Так оно обычно есть. Только человек просто ест большее количество пищи и быстрее жует ее. То на то он, в общем-то, и выходит, если не особо сильно торопиться. Первый, второй, третий компот, да? Вот. И есть такой товарищ флетчер. И в свое время был даже такой так называемый флетчеризм. То есть это последователи тщательного жевания. И этот закон он срабатывает также еще на долголетие. То есть когда мы жуем тщательно пищу, оно также влияет на долголетие. И я сейчас расскажу о механизме, как это все действует. Когда пища попадает на язык, организм посредством своих нервных окончаний на языке, вкусовых рецепторов и нервных окончаний, опять-таки через слюну, потому что жидкость является проводником. То есть если вы в сухую рот закинете еду, сухую, то вы особо ничего не поймете, пока слюне не выделяется слюна или вы жидкости какую-то не хлебнете в крайнем случае. Этот сигнал идет в мозг. Этот сигнал обрабатывается в мозге. Мозг анализирует, что это за пища, какого она содержания. И после анализа посылает уже сигналы в желудок для того, чтобы определенное определенного вида желудочный сок выработался. Вот таков механизм. Поэтому, когда человек заглатывает, не жуя в пищу, либо совсем мало жует, то получается тут два минуса. Во-первых, организм не отслеживает, что же это такое за еда. Во-вторых, организм, вернее, желудок, он не выделяет нужный сок желудочный. И даже тут третий момент присутствует, то, что пища просто не пережевана. Как она будет усваиваться? Она практически тщательно не усвоится и будет травмировать своими кусками непрожеванными желудок, кишечник и так далее. Так вот, и организм посылает, успевает посылать, когда человек тщательно жует пищу. Во-первых, она слюной обрабатывается, слюной тоже она частично переваривается, уже слюной начинается. То есть, переваривание начинается во рту. Есть такое выражение, кто, может быть, слышал. После этого, когда вы ее проглатываете, пожевав некоторое длительное время, ну, пусть условно говоря, 30-50 раз, она попадает в желудок, и после этого в желудке эта пища уже переваренная, уже пережеванная и частично переваренная, она попадает именно в тот нужный желудочный сок, который необходим именно для этой пищи. И организм, естественно, ее лучше уже усваивает, лучше переваривает. Не говоря уже о том, что, кстати, что прана, так называемая, или там живо, можно сказать, да, вот так называемая эта энергия, энергия тоже, это не наше слово, сила, она усваивается в ротовой полости, через небо. То есть, вот такие моменты, можно сказать, сакральные, да, в некотором смысле, кто, может быть, не задумывается или стремится каким-то образом энергетически насытиться, то во рту, вот в небе, и когда к небу прижимается пища и осознанно жуется она, да еще, если, к примеру, усилить это закрытыми глазами, сконцентрировавшись на том, что же там, какая же пища и что там во рту происходит, да, то мы прижимаем ее к небу, в общем-то, усваиваем из нее всю энергию. То есть, когда ее тщательно прожевали, скажем так, несколько десятков или даже сотен раз, остатки можно выплевывать, даже так можно выразиться, то есть, там уже ничего не остается. Так что, вся энергия из пищи усваивается во рту и она в полной мере усваивается, естественно, когда вы тщательно жуете, потому что это временной фактор идет на встречу этому и то, что она измельчается и плюс ваша работа вашего сознания в этот момент. Так что, пища, когда попадает уже в желудок, тщательно пережеванная она лучше усваивается уже потом и в кишечнике перерабатывается и также и в толстом кишечнике. То есть, все это действует уже более согласованно. Естественно, и микрофлора более благостно относится к тщательно пережеванной пищи. Она может более высокое количество, скажем так, каких-то для себя нужных питательных веществ усвоить. Ну и так далее, и так далее, подсыпочки. То есть, опять-таки, потом для нас подготовить, выделить уже как продукты своей жизнедеятельности то, что лучше и полезно всего для нас. Те вещества, которые полезны для нас. То есть, даже не надо задумываться о каких-то жирах, белках, углеводах, витаминах вот в том разрезе, как это сегодня размышляют. Что вот, как же так, если там какого-то витаминчика не попадет. То есть, тут все вопросы отпадают. Я тоже проверил лично на себе. В общем-то, однообразное, на сегодняшний день у меня вообще однообразное питание, это как оказалось всего достаточно. То есть, микрофлора, она, это для меня была теоретическая, скажем так, выкладка, она перешла уже в практический опыт, то, что микрофлора действительно вырабатывает все, что нужно. То есть, некий такой пакет продуктов ты имеешь, конечно же, в своем арсенале, но нету никаких жилишеств или каких-то постоянных переборов продуктов. То есть, очень однообразное питание. Кстати, человеку, вопреки вот этому расхожему рекламному мнению, что надо более разнообразно питаться. На самом деле, надо питаться не то, что однообразно, а просто определенным небольшим количеством продуктов по сезону. Ну, может, десяток будет максимум, максимум, а то и там 5-7 наименований продуктов, которые достаточно употреблять, чтобы восполнить абсолютно все физиологические потребности организма, дать микрофлоре вот то, что ей надо. Она там потом уже в свою очередь все, что надо, сама выделит. То есть, вот такой механизм. То есть, не надо задумываться о каких-то витаминах или их пить еще, не дай бог, а просто надо задумываться о том, какую пищу мы едим и как мы ее едим. То есть, тщательное жевание очень важный аспект. И хочу привести такой, есть, был случай, он написан в книге программы энергетического питания вот этого товарища Флетчера. Он описывает, что в 43-м году, я вкратце расскажу, потому что очень интересный случай, он меня просто поразил. Время Второй мировой войны, там рассказывается от имени сына, ну, в общем, был такой Антонио Станчич, я просто почему говорю фамилиями, кто хочет, пожалуйста, наберете, это все найдете. Он был арестован в Гриции и отправлен в концлагерь при немецкой фабрике. И всех заключенных заставляли там тяжело трудиться. И в 43-й год зима очень холодно, бараки практически не отапливаются и заключенным не хватало ни одежды. Они питались какими-то суррогатами. И вот этот Антонио Станчич, он рассказывает, что постоянно они все мерзли и голодали, то есть, ну, не хватало вообще питания. И по утрам им давали чашку кофе заменителя из цикория и ломти хлеба. На обед ужин они получали тарелку супа, там картошечка чуть-чуть плавает, там овощи, зерна или бобы немножко, ну, иногда бывало мясо раз в неделю. И заключенные при такой диете и при изнолитетном труде и при холоде умирали каждый день от голода, в общем-то, в первую очередь. Даже столько не отхода, сколько от голода. Ну, и химические вещества, там они работали на заводе, химические вещества тоже давали о себе знать. Ну, в общем, постоянно было выживание, выживание, выживание. И вот как он к этому пришел, его постоянно мучила жажда, и он, а вода была только холодная, он холодную воду соевал во рту. И, ну, туда-сюда, как бы, что ее держать, туда-сюда ее пережевывал, перебалтывал, перебалтывал, и потом глотал. И через некоторое время он, играясь таким образом, раз в 50 ее во рту подержал, пожевал, так сказать, и проглотил. И почувствовал, что как-то ему даже потеплее стало, и как-то поэнергичнее, он заметил, что вода в данном случае начинает являться источником энергии. То есть, если просто воду во рту долго держать, она становится тоже неким источником энергии. Пусть не таким полноценным, но в какое-то время может поддержать очень сильно, кстати. Это вот про голодание, опять-таки, можно говорить тоже, что воду во рту надо держать. Ну, сперва он подумал, что это все так, воображение его, и через некоторое время он осознал, что пережевывание воды в 50 и больше раз оно деляет энергией. Очень сильно он изумился и стал задаваться такими подобными вопросами и начал экспериментировать уже с пережевыванием пищи. 50 раз, там увеличивал жевание до 50 раз, до 75, там 100, 150, 200, 300 и более раз. И вот он установил, что магический минимум, это минимум жевательных движений 150 раз. То есть, если кто-то хочет в эту тему углубиться, попробовать, вот 150 раз цифра. И что он, чем больше жевал, тем больше получал энергии. И завтраки и обеды у него были ограничены по времени, в отличие от ужина. За ужином он очень долго пережевывал пищу, сколько угодно долго мог пережевывать. Техника очень простая, то есть берется чайная ложечка в любой пище небольшой, жидкой, неважной, или твердой. И жуется, ну, скажем так, пусть будет 150 или даже 300 раз, если какие-то экстремальные условия. Опять-таки, пищи не хватает, да, всякое же бывает. То есть, то, что мы съедаем в день, может хватить, ну, чуть ли не на две недели, если другой подход просто сделать. Вот. Ну, и все его приятели по бараку, так сказать, друзья, высмеивали его открытие, и никто за ним не следовал. То есть, ну, думает, что это он там уже по-своему уже, наверное, как говорится, не в себе. Но два человека заинтересовались его экспериментами, так называемыми жевательными сессиями. Ну, и они делились с впечатлениями, и у всех они совпадали, что действительно энергии прибавляется. И вот в 45-м году, когда заключенные были освобождены, из 32-х человек, которые вот в его бригаде были, этого товарища, выжили только трое он и те два человека, которые тщательно жевали. То есть, вот такой яркий пример. То есть, выжили только три человека и только те, которые жевали. То есть, на мой взгляд, ну, это во многом говорит вообще. Ну, и так далее. Там рассказывается дальше, что его сын тоже, попав в подобную ситуацию, тоже пришел к выводу, что действительно тщательное жевание очень сильно способствует насыщению, тому же самому согреванию. И я вот решил это на себе проверить. я тоже провел так называемую, так называемую, есть такое лечебное жевание, есть такой еще даже товарищ, Шевкунов, можете найти, такого тоже в интернете. И вот он предложил так называемое лечебное жевание. Чтобы сбить старую нашу настройку, нужно, конечно, приложить усилия. То есть, вот так вот просто сесть и тщательно жевать, не каждый сможет. Почему? Потому что, ну, нету привычки. Очень трудно. Еще ритм такой, в общем-то, у некоторых может быть очень скоростной. Опять-таки, это на образе жизни будет тоже сказываться. То есть, провести в какое-то время свободное, когда в отпуске или еще где-нибудь. Тщательное жевание. То есть, есть такая схема тщательного жевания по Шевкунову. То есть, первая неделя жуется каждая ложка пищи минуту, вторая – две минуты, третья – три минуты, четвертая идет на снижение две минуты, два-три, и три-два-один. И вот прошло по этой системе где-то месяца-полтора. И действительно, привычка, правда, тяжело удалось. Очень такая она, конечно, заставляет, заставляет внимание на себя обратить, конечно, такая процедура. Тяжело удалось. Но мы всей семьей пробовали. Всей семье, конечно, это помогло. Вот. Ну, было всем трудно. Некоторые срывались там иногда или еще что-то. Но я заметил, что действительно и пища, вот как я уже до этого говорил, прием пищи снизился, количество приема пищи снизилось раз в пять, наверное. Вот. И энергии стало больше. И действительно интересные такие замечания, что как мы все-таки торопимся и вообще практически не уделяем внимания тому, как мы живем. и проживав вот эти вот пять недель, я практически перестроил свою привычку жевания. И на сегодняшний день я жую где-то 30-40 секунд каждый кусок, положенный в рот, скажем так, каждую ложку. Я помню еще, будучи молодым совсем человеком, подростком, услышал такое высказывание, кто дольше жует, тот дольше живет. Вот. И с тех пор этому следовал. И как бы вот обратил внимание на то, что в отличие от сверстников выгляжу несколько по-другому, нежели чем мои сверстники. Ну, может быть, это одна из причин, может быть, какие-то еще другие неупотребления чего-либо. Я предлагаю нам прерваться, сделать музыкальную паузу. Все-таки полтора часа мы уже с тобой общаемся и думаю, надо немножко мозги нашим радиослушателям чуть-чуть на место поставить. Да, добро. Итак, четыре минутки отдыхаем, слушаем купальские песни и после этого возвращаемся в эфир и продолжаем разбирать заявленную тему. Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 6 июля 2016 года среда, по одному из старинных пятый день месяца получения даров природы Седмица 7524 лета мы продолжаем разговор о сыроедении как шаге к духовному просветлению. Главный ведущий Юрий Лодин святорус. И вот мы разбираем тот конспектик, который у нас заявлен был в анонсе. Те, кто в анонсе находятся, те могут прочитать, что там написано. А здесь мне понравилось, аж пройду, говорим, понравилось, я Гриша написал. У нас соседи был наглядный пример. Сначала мама кричала на своего ребенка жри, жри, доедай, а потом через годы ты опять все жрешь и жрешь. Ну что ж, давай продолжать дальше нашу тему разбирать. Да, ну значит мы остановились на тщательном желании, с этим все понятно. Ну, тут вылетает еще, выскакивает какой момент, то, что жизнь ускоряется, и это же искусственное ускорение. И когда человек начинает медленно жевать, это шаг к тому, чтобы он медленно жил. А кто медленно живет, тут везде все успевает и долго живет, как ни странно. А кто везде торопится, ничего не успевает, умирает. вот так получается. Об этом тоже надо помнить. То есть, когда размеренный образ жизни человек начинает со временем генерировать вокруг себя, то, конечно же, это сказывается на качестве всех аспектов жизни. И питание в копилку тоже идет. Жевание, лечебное жевание, так сказать, или долгое жевание, тщательное природное жевание, как угодно. Ну, идем дальше. Вот следующий, шестой пункт, полная смена образов мыслей, идеологии и жизни. Ну, теперь самое интересное начинается, вот крепитесь радиослушатели, надо будет поменять вообще все, особенно, кто находится в каких-то местах скопления, в городах те же самые. Ну, вот давайте, смотрите, ага, сырая пища, бананы, нежелательно, там какие-то там манго нежелательно, надо есть то, что вокруг. То, что вокруг продают, сейчас что у нас продают? Чтобы вокруг то, что росло, это столько надо выращивать сейчас, на сегодняшний момент, например, столько не выращивается, чтобы человек мог свои потребности покрыть, да еще в сырой пище, где-то в своем регионе, в среднем даже, в российском, только где-то в южных, да, может быть, и то там еще постараться надо. Далее, вся еда, она сырая, даже, она бывает же тоже коммерческая, тоже надо помнить. Вот, ГМО мы сразу отметаем, то есть генномодифицировать, надо, конечно, избегать всеми силами. Ну, не знаю, наверное, они проскальзать все равно будут, я вот так вот осматриваю, если люди покупают, ну, так просто статистически слежу, то, что в магазинах продается в таких вот, не сетевых, и в том числе в сетевых. Конечно, там некоторые продукты настораживают и вызывают подозрение, что они генномодифицированные. Вот, то есть на это надо внимание обращать. То есть сыроедение, как говорится, сыроедение тоже рось. Ну, хотя на обычном питании генномодифицированные продукты тоже никто, как говорится, может и не отменять, если человек об этом не задумывается, он все подряд варит, жарит. Оно, так же все действует. То есть, термическая обработка, кстати, она, генномодифицированную пищу еще опаснее делает, кстати, чем сырая генномодифицированная пища, если уж на то пошло. Но ничего хорошего вообще все равно нет. То есть, это та на 100%, та на 99% хуже, если так выразиться. Вот, генномодифицированная пища, потом химикаты разные, да, если это какое-то крестьянское хозяйство, там, это еще куда не шло. То есть, люди сами выращивают и излишки свои продают. То есть, как говорится, бабушки на базаре продают. Есть же такое выражение, да, вот, если такие бабушки есть, которые действительно никакого злого умысла не несут, вот у таких бабушек еще можно покупать, да, в идеале. И тут мы подходим к самому интересному, что действительно человеку надо задуматься о том, чтобы в сегодняшнее время, когда невозможно вот так вот питаться хотя бы крестьянскими продуктами, даже не ферменскими, потому что фермерство, это тоже определенная агротехника уже связанная с внесением различных вредных удобрений, ну, и вообще не русское слово. То есть, именно крестьянское, именно крестьянское, если какое-то хозяйство есть, которое вас снабжает продуктами такими, да, это, конечно, идеальный случай, тогда можно жить везде, где угодно. Но если такой возможности у вас нету и какие-то планы есть на землю переезжать, то, конечно, надо переезжать на землю в том или ином виде, к тому, как приемлемо или хотя бы иметь какую-то дачу. Бывает, конечно, разный склад характера. Я, например, тоже не огородник, так с садоводом еще могу побыть, то есть, там что-нибудь посадил и оно уже растет потом, да, например, дерево поухаживало, и оно там 20-25 лет растет. Идеальный вариант. А огородничество, оно каждогодичное и очень кропотливое. Ну, наш климат не совсем к этому, конечно, предрасположен, поэтому приходится еще огородничеством заниматься. Но факт в том, что постепенно, постепенно от этих продуктов сетевых, сетевых вот этих вот маркетов и каких-то, может быть, агротехнических компаний или фермерских хозяйств, которые используют агрессивные технологии выращивания, конечно, от такой печи тоже надо уходить. То есть, это тоже определенная главная боль. И просто люди тоже об этом не задумываются вообще никак. Хотя надо, конечно, задумываться. И в наших силах это поменять. То есть, если каждый на своем месте задумается о том, что он ест, и потом пойдет в магазин уже и другое будет искать, да, со временем, конечно, как-то может рынок сдвинуться, но есть все равно какой-то предел, после которого это дальше не пойдет. То есть, это просто невыгодно всем этим корпорациям, конечно же. И остается путь действительно, как вот в России, да, у всех дачи, выживают все там на дачах, там, да, в такие времена. Ну, вот такое время, я думаю, как раз подошло, что надо возродить это все. И хочу, не хочу, конечно, этим по-хорошему, по-хорошему надо заняться. То есть, хотя бы для себя какую-то травку там выращивать, зелень, да, какие-то сады посадить, что опять-таки благоприятно для земли. Очень. Ну, и огородничество в меру своих возможностей надо. Это как минимум. А как максимум, конечно, в идеале жить, конечно, в своем поместье где-нибудь и так далее, и так далее. Самые радужные мечты можно, конечно, воплощать, пожалуйста. Да, только про травку будьте осторожнее. Травку можно вырастить такую, что потом будете за нее отвечать. Кто что-то думал, кто что-то подумал. Я имел... Я испорченный человек, мне приходится много чего думать. Да, так что будьте осторожнее, не вся травка полезна. да, ну, конечно, надо различать. Только целебные и предназначенные для питания. Ну, они все... Сырая зелень, пусть будет не трава, пусть сырая зелень, которая употребляется вот в пищу, она же и является и лечебной, то есть она, как бы, еда наше лекарство. Ну, хорошо, полная смена образа мышления, идеологии. Что получается, всем, кто живет в городах, надо так или иначе на землю перебираться хотя бы в виде дачника. Вот ты так к этому призываешь. Нет, либо организовываться, то есть вот находить какое-то крестьянское хозяйство. Опять-таки, это поддержка на местах кого идет? Опять-таки, нас самих, правильно же? То есть это тут тоже двойной такой момент классный, скажем так, да? Вот слово въелось. Что практически мы, во-первых, начинаем поддерживать своих же людей на местах, да? А второй момент, то, что пища местного такого произрастания получается в итоге на столах. И когда, опять-таки, люди осознают эту потребность и как-то будут уже в эту сторону стремиться, то есть какие-то запросы уже там, да, делать уже какие-то, может быть, ну, некоторые семейные пары объединяться на этой теме, да, что вот они хотят какое-то, например, нормальное питание. Один раз об этом подумать, один раз этим заняться, сделать, я думаю, всегда это можно. И заключить какие-то свои договоренности с такими частными лицами, крестьянами, скажем так, или крестьянскими хозяйствами, если можно так выразиться, которые будут им по каким-то определенным там уже договоренностям выращивать то, что они хотят. То есть вот можно так заказывать. То есть кооперация? Да, например, вот я периодически яблоки заказываю с Кубани, то есть здесь у нас нету яблок, которые долго хранятся зимой, приходится туда заказывать, мы заказываем. То есть можно так выходить из ситуации, то есть не все просто демографически опять-таки произрастает. Много же утеряно растений, много же утеряно десятки, а по многим данным, по другим данным, сотни тысяч съедобных фруктов и овощей и других вообще непонятных нам для нашего понимания вот именно произрастающих произрастающих пищи для человека пригодной было в сотни раз больше. То есть в сотни тысяч раз больше. То есть было просто колоссально. Намного больше, да. Были колоссальные, конечно, ну растительность была другая, то есть атмосферное давление то же самое вспоминать. То есть растительность была огромная, то есть были огромные леса, высокие там полтора-два километра, да, представляете? И вся земля была теплой всегда, то есть везде был мягкий климат. Представляете, что там росло? Ну какое там может быть, ну ничего, ничего не надо больше, и даже и варить, не жарить, ничего не надо, оно растет в разных, в разных, то есть есть остатки, остатки таких вот, например, вот кто-то любит, например, чтобы такое сладенькое, тяжеленькое, например, да, а вот представьте, везде есть такой фрукт, дуриан называется, да, вот он растет в теплом климате, то же самое Малайзио, несколько раз пробовал, и ну на местах, да, то есть был в таких теплых странах и попробовал, очень вкусно, но вот когда свежий, запах вот этого неприятного, например, не имеет, но вкус у него как у сливочного мороженого, то есть вот просто пример, только вкусное, сливочное, просто обалденное мороженое, просто ты ешь, и оно такое и жирное, и оно и сладкое, и оно такое тягучее, вязкое, то есть как бы все образы вкусов, то есть вот такие вот еще кое-какие остались виды продуктов, то есть мы сейчас живем опять-таки все равно в такое время, где даже сырых продуктов недостаточно. Да, ты расскажешь про те страны, где голод наступает в тех случаях, если ветра нет, бананы не падают. Да, но я про то, что были такие продукты, которые бы располняли все виды вкусов, а сейчас естественно человеку предлагают суррогат, то есть вот вместо того продукта, например, мороженое, которое вот сильно похоже, или например киви, то есть хороший такой, извиняюсь, не киви, авокадо, да, то есть он тропический фрукт, но он чем хорош? Он масла содержит очень много, до 15, до 20, до 30, до 30 процентов масла содержит авокадо, да, соответственно, не надо никакие уже заморачиваться, никакими маслами там давить или какие-то масла там где-то покупать, то есть человек употребляет именно то, что есть, и сейчас мы этого лишены в силу того, что вот просто, ну, время такое на земле, что вот такая сейчас погода, и в каждом регионе свое растет, и мы живем, и мы живем, да, поэтому приходится как-то изловчаться, что опять-таки приводит к тому, что, ну, кому больше всего приходится изловчаться, тот фактически и выживает. Да, вон тебе Василий пишет в чате, яблоки и груши у нас с тобой, Юрий, выращивают, лично знаю человека в Омской области. Выращивают, выращивают, только они не лежат. Ну, может быть, и есть те, которые лежат, разные же сантазии. Да, я сказал, чтобы они лежали, чтобы они лежали до февраля, там до марта. Да, да, я говорю, а так растут мы, а я вот лично посадил уже в сад, но пока яблоки еще не идут, мы здесь покупаем тоже под Омском яблоки, которые выращиваются, но они долго не лежат. Хорошие яблоки. Мало того, есть сорта винограда, которые без укрытия зимуют в наших местностях под снегом, так что нормально все. Надо посадить, надо укрывать матрик. Вот, Таежный, есть такой, и Таежный есть такой сорт винограда, он в Подмосковье дает хорошие плоды, живет без укладки, просто стоит сам по себе. Я какой-то там еще есть забыл. Так что, есть сорта, которые фруктов и овощей, которые очень хорошо к нам подходят, и не обязательно упираться в какими-то киви, авокадо, да. Я стою с той позиции, что питание сейчас у нас не то, которое было раньше. Да-да, я понял тебя. А так, конечно, то есть, если кто-то сподвигнется когда-то куда-то ехать, то вот можете съездить из таких стран и такой на местах попробовать, просто чтобы понять, что это такое. Вот, но факт в том, что вот приходится нам издавчаться и те же самые заготовки. То есть, если касаться того, что соль все-таки сыроед, например, употребляет, он, если у него чувствует, что зимой он не протянет, да, конечно, он может что-то засаливать, например, да, то есть, как он потом это будет употреблять, это другой разговор, но факт в том, что, например, какие-то виды там овощей можно солить, потом просто соль либо удаляется, либо в каком-то большом уже объеме свежего продукта разбавляется, чтобы она чуть-чуть соли совсем была. То есть, ну, скажем так, там взяли квашеную капусту, да, и в каком-то уже соленую капусту, например, да, взяли, ее разбавили уже в какой-то морковке, которая несоленая, и конечное блюдо, оно становится уже такое нормальное. Вот, то есть, такие заготовки, они тоже не исключены, или там те же самые выдавливания масел, или покупка готовых масел тоже вот в хозяйствах различных. Сейчас хозяйство постепенно возрождается, экономическая вот эта вся блокада, или как сказать, то, что Россия наложила определенные ограничения на ВОЗ, они сыграли на руку, получается же, нашим всем, скажем так, крестьянским и другим хозяйствам, да, и вот они стали как-то возрождаться, и сейчас их можно как раз поддержать. Да им вообще в ножки надо покланяться за то, что они такую дурь для себя сделали, а мы начали задумываться, кто мы такие. Да, на пользу, на пользу, на пользу. Я счастлив, что находится идиот, благодаря которому мы понимаем, как надо жить на свете. да, 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 точно. Хорошо. Так, что у нас еще осталось? Значит, полная смена мышления идеологии жизни мировоззрения разобрали, вот я хочу только отметить одно. У меня был такой интересный, любопытный случай, приехали мы в южную часть Подмосковья к одному знакомому, он там выращивает Подмосковье в южной части, выращивает арбузы, причем арбузы на продажу, удивительно, да, это не астраханский, там ничего. Ну, и сидим за столом, говорит, сейчас арбузом угощу, ну, и просит жена, чтобы принесла. Она тащит такую хорошую, большую арбуз, наконец, лето, я удивляюсь, нифига себе, в Москве такие арбузы растут. Вот, он говорит, а ты откуда взяла, вот справа или слева? Он говорит, справа, выкинь, иди возьми, где мы для себя растим. То есть, понятно, да, у них есть вот эта вот бахча, она разделенная на то, что для себя, где там никаких химикатов, ничего нет, и то, что вот на продажу, где побольше и пожирнее, чтобы было. Так что вот имейте в виду, фермер фермеру и крестьянин крестьянину рознь. Так что еще и надо понимать, что совесть никто не отменял, а у некоторых она отменена по умолчанию. Ну что ж, ладно, про мировосприятие поговорили, про образ идеологии поговорили. Ну и что же у нас после сыроедения-то? Зачем нам всю эту кашу заваривать? Зачем нам этот забор отгородить? Ну, пока про проноедение со своего опыта я не могу сказать. Почему? Потому что проноедение как таковое, ну вот было у меня длительное голодание, если так вот, ну не проноедение брать, а вот жизнь без еды, да, это самое многое, было 41 сутки. Конечно, мировоззрение и мировосприятие очень сильно меняют. Многие мысли передумываешь, многие, много жизней проживаешь, конечно, наблюдая и внутренние свои ощущения, которые на таком длительном отсутствии пищи у тебя происходят, да, в организме, определенные изменения. И как вокруг люди очень сильно, конечно, с точки зрения голодающего, люди озабочены и помешаны на еде. Они едят постоянно, вот такое ощущение возникает. Постоянно едят, 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 вот такое ощущение возникает. У людей, которые голодают, ну, более-менее длительные сроки. Вот такой эффект я заметил. Ну, а как таковое питание праной, ну, вот пока, например, на сегодняшний момент я только пробовал эксперимент именно то, что длительные сроки голодания. Но ключ к праническому питанию, он, конечно, лежит еще в том числе и через, ну, многие различные, может быть, техники, никто не спорит, но опять-таки, через питание в каком плане. То есть, тщательное оживание вот здесь перекрещивается с этим моментом в каком плане. Когда человек тщательно жует, он очень мало съедает. То есть, есть такая расхожая фраза, что йог там одним бананом может наесться, типа. Вот. Ну, где-то это так. То есть, когда человек на своих местах ест то, что он там сам вырастил, либо для него вырастили, и он употребляет это в сыром виде, там, красиво, вкусно, но опять-таки, по сырому все там оформил себе, да, красиво, опять-таки, чтобы было. Ну, и все это он тщательно проживал. Ему совсем немножечко надо, то есть, действительно, там вот в ладошку помещает вот столько на раз. Это, ну, при средних каких-то нагрузках, ну, при физической побольше нагрузки, пусть побольше будет, но все равно не в такие разы, не такими тазиками и кастрюльками, которые сейчас обычно люди едят. Вот. И после этого, после того, как человек снизил свое питание до минимума, скажем, до горсточки, да, если у него такая цель есть, вот тогда уже, плюс определенные практики, конечно, которых очень много, после этого, тогда он может перейти уже на праническое питание. То есть, фактически, пранайдение на сегодняшний день, вот, личное мое мнение, например, такое, что оно, конечно, возможно, вот так вот я, прям, чтобы вот так вот рядом, например, с человеком побыть и проверить, то есть, ну, есть же много, да, таких вот случаев, люди говорят, вот они перешли на праническое питание. Ну, так вот, чтобы рядом с этим человеком пожить, вот у меня такого не было, например, вот. А так я обычно считаю, что, конечно, надо все это принимать к сведению, вот так вот сразу. Например, в это поверить удариться, что, и самому удариться в такое, и резко переходить на какие-то такие пранические техники, конечно, это не надо делать, если сам человек еще не подготовлен к этому. Вот, но факт в том, что праническое питание, как таковое, возможно, я так думаю, но вот ключик я к этому пока не подобрал. То есть, вот я пытался длительные сроки голодания, то есть, а как понять, на праническом питании ты находишься, то есть, без еды ты живешь, или ты с едой, если ты условно говоря голодаешь, но вес падает, 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 значит, какое праническое питание? Никакого пранического питания нет. То есть, он когда снижается до уже, до определенного минимума, после этого еще опять продолжает снижаться, то есть, скажем, по определенной формуле там высчитывается, сейчас я тоже не буду останавливаться. Но факт в том, что когда до критической массы человек доходит и продолжает уже чуть-чуть ниже опускаться, значит, все же надо прекращать голодание, потому что это именно было голодание, а не праническое питание. Вот, ну, есть, которые могут циклами такими, то есть они 40 дней, например, едят, 40 дней не едят, 40 дней не едят, 40 дней не едят. То есть, в общем-то, такие даже практики существуют, определенные духовные, скажем так. Но, опять-таки, это все равно не проническое питание. То есть это может быть малоедение или редкое едение, так называемое. Через разы едение, да? Да, через разы. У меня трехразовое питание, понедельник, среда, пятница. Тоже такое есть. Ну, факт в том, что вот ключик к этому и не подобрал. Вот если, уважаемые слушатели, кто-то обладает такими умениями, конечно, было бы интересно пообщаться, они могут написать там или связаться, мне было бы очень интересно, конечно. Да у нас скоро будет передача с таким человеком, уже третья. Так что лапшин... На местах, на местах, кроме известных. Известные, понятно, кто вот еще, может быть, новенькие появились. Интересно было бы. Именно техника, потому что со многими техниками я знаком, но я вот не вижу, например, чтобы кто-то еще, идя по этой технике, овладел тоже... Может быть, они, конечно, об этом не рекламируют, так особо не говорят, но какой-то статистики даже общие, вот я не наблюдаю, что вот да, многие там вот по такой-то технике пробовали перейти, они перешли на праническое питание, то есть фактически без еды живут физически, да. Но я вот такой статистики пока не наблюдаю. Кстати, вот я рассказал про лапшина, вот 12-го я сейчас смотрю, и 12-го июля у нас будет передача «Встреча с Лапшиновым» Дмитрием. Ну, хорошо, хорошо. И? Ну, в общем-то, вот алгоритмов много, но я вот какие алгоритмы не проверял, пока особых таких прогрессов, например, не заметил, чтобы как-то вот получалось перейти. То есть вот вариантов много, если какие-то варианты, может, у кого-то еще есть, ну вот и у вышеназванного, да, автора вот 12-го числа Дмитрия Лапшина будет, у него техника определенная есть. То есть вот люди, которые пробуют, если как-то, например, у них получается, конечно, вот желательно было бы, чтобы они вообще даже для всех, не то, что там, например, лично мне или еще кому-то, а чтобы они для всех отписывались. Почему? Потому что очень интересно, насколько эти все методики действительны на местах. Вот я такой статистикой, например, я не обладаю, мне было бы интересно знакомиться. Вот. Ну, вкратце вот по праническому питанию все, что я хотел сказать, я сказал, что такое возможно, но пока действенного такого более-менее алгоритма, который действительно переводит, и он как-то уже в широких массах присутствует, вот пока я не наблюдаю. Вот, может быть, что-то появится на горизонте. Техники есть, но вот они, насколько они действенны, вот вопрос в этом, в общем-то. Хорошо. Ну что ж, тему ты раскрыл, теперь давай будем переходить потихонечку к вопросам от наших радиослушателей, или что-то у тебя еще есть сказать? Ну, в общем-то, все, наверное, сейчас по ходу вопросы будут, и там уже тема... Дополним, да? Дополним. Хорошо, тогда я сейчас запускаю небольшую музыкальную паузу, и после нее сразу переходим к ответам на вопросы. Вы слушаете Народное Славянское Радио? Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из современных календарей 6 июля 2016 года среда, по одному из старинных пятый день месяца получения даров природы, седмица 7524-го лета. Мы говорим про сыроедение, шаг к духовному просветлению. Юрий Лодин, Свято-Рос, главный соведущий. Переходим к вопросам от наших радиослушателей. И тут появляется вопрос, ну и песенку ты поставил, да еще и в таком качестве, звучит как 32. Ну, песенка как песенка. Одно из проявлений, как к Купале относятся. Вот мы ставим разные песни о Купале. Кто-то это воспринимает, как День Бога Купала, кто-то воспринимает, как День Ивана Купала, кто-то воспринимает еще как-то. Кто-то занимается одним на эти праздники, кто-то другим. Так что освещаем все варианты, как есть. Ну, а качество уж не знаю, какое было такое поставил. Там дальше разберемся. Ну что ж, переходим к вопросам от наших радиослушателей. Первый вопрос был от Светы, вернее, не вопрос, а такая реплика, когда ты говорил про всяких подселенцев. Она написала, ой, я теперь спать не буду с этими подселенцами. Как подумаешь? Итак, следующий вопрос от Васильевича. Вопрос в эфир. Как нужно питаться людям с большой физической нагрузкой? Ну, соответственно, и питаться. То есть, во-первых, можно употреблять побольше орехов, семечек. Но я бы больше рекомендовал обратить внимание на такой уникальный продукт, как сырая, а лучше еще и пророщенная гречка. То есть, сырая, пророщенная гречка это очень идеальный, можно сказать, идеальный продукт для нашего региона. И средняя полоса ноги похолоднее и потеплее. Почему? Потому что она, в общем-то, содержит белки и углеводы именно в таких количествах, которые больше всего подходящие для организма. То есть, даже самая пшеница проигрывает. Ну, по-хорошему пшеницу вообще лучше. Современную пшеницу, даже если она пшеница просто собранная, где-то пусть даже крестьянинам аккуратно выращенная, она содержит большое количество глютена. Глютен – вещество, которое приводит к тому, что через кишечник в человека попадают определенные микроорганизмы, грибки и так далее, уже непосредственно в кровь разносятся по всему организму. То есть, глютен обладает таким вот очень плохим действием на человеческий организм. Поэтому сегодняшняя пшеница, она по-хорошему, она не может быть использована в пищу, скажем так. То есть, вот остаются некоторые там, может быть, виды бобовых, которые можно пророчить, но не очень вкусные. Но вот самый такой оптимальный вариант – это пророченная гречка. То есть, пророченная гречка, можно пророченные или хотя бы замоченные семечки, семена любые, орехи. Почему они должны быть замоченные? Потому что вот в орехах, в семечках белковых, в этих вот всех, скажем так, продуктах содержится вот вещество, которое именно препятствует усвоению вот этого белка. И перед этим надо замочить, чтобы непосредственно, скажем так, и жизнь зародилась, то есть, энергетический вот толчок пошел. Он тоже насыщает очень сильно. И в то же время вот эти вот вещества, которые препятствуют долгому, препятствуют быстрому, вернее, гниению или распаду, вот определенные вещества присутствуют в этих семечках ореха, они являются тоже вредными для человека. А когда вы начинаете их проращивать или хотя бы замачивать, они пропадают. Вот этот момент тоже можно учитывать. Ну и как пограничный такой момент, то, что можно употреблять, если тяжелые физические нагрузки, также масло. То есть, вот употребляется сыродавленное масло, оно тоже большой, хороший, очень энергетик. И, ну, обязательно должна быть в любом случае еще и зелень. Ну, фрукты, овощи, естественно, тоже должны присутствовать. Не одни орехи, человек должен есть и не одну гречку, конечно же. Ну, кому совсем трудно, можно включить мед, опять-таки, такой тоже пограничный продукт. Ну, как вариант мед. То есть, такой благостный мед от благостных пчел, так сказать. От благостного пасечника. Главное, чтобы пчелы были правильные, как говорил Винни-Пух. Да. Здесь Василий пишет, больше зерновых пророщенных, но не более 100 грамм в день, и зелень для физических нагрузок очень хорошо. Да. Зелень, зелень, зелень. Зелень, да, зелень. Так, ну, ясно. Дальше, следующий вопрос. Сухофрукты. Вот еще момент. Сухофрукты. То есть, ну, вот, если где-то нагрузка какая-то, сухофрукты, потому что бывает, хочется прям между завтраком и обедом перекусить, да, ну, к примеру, ну, мало ли, действительно очень большие нагрузки. То есть, достал, тут же пожевал сухофруктов, они тоже энергетики хорошие, то есть, вот под рукой. И сахара, ну, как связанная глюкоза там идет со всеми веществами природными, она в кровь поступает, тоже поддерживает хорошо. Дальше, Васильевич, вопрос эфир. Какой рацион питания предназначен коренным жителям Белого моря? Ну, там особые же условия проживания, поэтому, конечно, если не задались такой целью, то надо выяснить вообще, что там можно вырастить в данном регионе, именно, скажем так, именно на земле. То есть, там вот морепродукты, они, у них, как правило, были основным видом питания довольно-таки продолжительное время, и сейчас это такое есть. То есть, ну, это просто смена вот именно вот такого уже подхода к жизни, то есть, посмотрите, что же можно вырастить, да, какие-то деревья там, например, фруктовые растут, я, например, не могу сказать, я вот такой информации не владею, фруктовые деревья там или огороды какие-то, что-то выращивается. Потом далее, те же самые можно использовать теплицы. То есть, конечно, открытая поверхность – это лучше, но теплица, в общем-то, какая-то мера, к тому же сейчас морские продукты тоже непонятно, сейчас мировой океан довольно-таки загрязнен, да, морепродукты тоже там своеобразные могут быть. Поэтому на этом фоне и теплицы, в общем-то, можно использовать в любом регионе, я считаю. Кстати, по поводу вот северных мест, как-то мне приходилось одну статью почитать. Там элементы рядом, на севере, рядом с энергостанцией, которая вырабатывала там электричество, ну, девать электричество было в советские времена там некуда, да, много очень, а тащить далеко тоже невыгодно, поэтому раздавали там ближайшие города, ну, сколько там нужно было, а остальное куда шло? Остальное шло вот для каких-то экспериментов, и они решили сделать теплицу на вечной мерзлоте. Отступили немножечко, туда запустили отходы горячей воды, которые шли для охлаждения. Она, значит, эту мерзлоту растопила, свет подавался для освещения, и стали там выращивать разную зелень, причем построили большие оранжереи, высокие, такие зимние сады утепленные, и они были удивлены, насколько там растения намного выше, нежели чем в средней полосе России вот на этой земле прорастают. Но ведь известно, что оледенение там началось после определенных событий, и земля сохранилась в том виде, как она была до оледенения, то есть не испорченная. То есть можно даже сравнить землю, которая там присутствует до сих пор, и с той землей, которая уже во многом уничтожена людьми, которые бездумно начали ее всякими химикатами ублажать и прочее, прочее, прочее. То есть такие эксперименты интересные проводились. Но как-то потом это все завяло, и, в общем-то, никто об этом сейчас не вспоминает. Ну ладно, хорошо. Давай дальше. Да, хотел добавить еще по поводу жителям Белого моря. Ну а в таком экстремальном случае можно, конечно, употреблять рыбопродукты, но вот есть же сырые какие-то виды строганины, например, то же самое. Есть такие оригиналы сыроеды, которые вот такую рыбу употребляют. Ну там, конечно, есть этический свой аспект. Это каждый сам уже решает, как ему к этому относиться, потому что забирается жизнь у живого существа более осмысленного, чем растение. Но факт в том, что есть и такие, которые сырое мясо и сырую рыбу едят. Ну там, опять-таки, возникает вопрос со всеми этими подселенцами. То есть тоже такой немаловажный аспект. Но в целом, конечно, от этого можно отходить. То есть сейчас уже на сегодняшний день наши технологии нам позволяют от этого постепенно отходить. Пусть не быстро, пусть такими же самыми теплицами. Сейчас эти технологии с каждым разом, с каждым годом дешевле и дешевле становятся. Различные вот эти вот укрытия прозрачные. Раньше же что было? Стекло да пленка. Больше ничего не было. Да, но пленку надо постоянно менять. Стекло дорогое. Сейчас различные заменители есть. Да, сейчас такие вегетарии еще есть. Да, вегетарии, да. Те, которые при помощи тепла земли позволяют что-то развивать. Да, пристройки к дому, которые одновременно сохраняют тепло в доме и не дают промерзать тому, что находится вегетарии. Там уже можно при правильном распределении, при правильном утеплении, покрытии можно уже выращивать чуть ли не круглый год что-то. То есть, сделать такие зимние сады, которые и дом будут защищать, и зелень хотя бы какую-то давать, и раньше рассаду там высаживать. Очень много всяких дополнений сейчас появляется. Лишь бы только руки были на месте и голова. Дальше. Я Гриша. У меня вопрос даже не обязательно в эфир, но все-таки. Едят ли сыроеды мясо и рыбу? Ну, частично, только что я ответил, есть такие оригинальные сыроеды, которые едят сырое мясо и сырую рыбу. Например, сало. Оно уже не жареное, не вареное, не пареное. Кушай сколько хочешь, получается. Ну, теоретически да, но потом, извиняюсь за такие подробности, оно же как моторика кишечника, она должна же, чтобы моторика кишечника происходила, нужна сырая пища, то есть клетчатка. А так, это как казнь раньше, мясом сырым. Сырое мясо давали человеку в яме, или вареное, неважно. И он через месяц примерно умирал. Почему? Потому что у него пересальтик останавливался, и он просто так, подробно не мог в столе сходить, скажем так. Вот и все, ты умирал от этого интоксикации. Вот Васильевич написал, я уж скромно умолчу про плантации арбузов на Соловецких островах. А зря Васильевич мог бы не умолчать, мог бы подробно рассказать. В общем, северные земли, северные земли, они удивительные. Там, казалось бы, вроде бы север-север, а вот много что там люди умудряются выращивать. Да, у Васильевича как раз эксперимент такой, попробовать вырастить что-нибудь в теплице там. Ну, хорошо. Дальше, Владимир Азмытич, вопрос в эфир от Владимира Азмытича. Какая конечная цель использования сыроедения? Конечная цель – перейти на природное питание, которое, естественно, для человека. И в сегодняшней среде это единственное средство, в общем-то, поменять свое сознание. Один из пунктов, который к этому ведет, это в том числе и смена питания в том плане, что микрофлора очень сильно взаимодействует с нашим мозгом, является первичной. Ну, и просто обратим внимание на природу вокруг. То есть, все животные, существа, живые существа, они едят как есть пищу. Никто ничего с ней не делает вообще. Ну, ты сказал то, что на поверхности, а ведь начал ты с другого, что, я не знаю, наверное, Владимир несколько задержался к началу эфира, но вначале было сказано, что те существа не нашего происхождения, а инородные существа, которые присутствуют у нас, которых принято называть паразитами или гельментами, они управляют мышлением человека из-за того, что подключаются к нейронам и выделяют те тактические вещества, которые воздействуют на нейроны. А поскольку все нейроны, окончания нервные, они связаны с мозгом, то мозг получает какие-то определенные сигналы и требует уже от человека потребить что-либо, не полезны для самого человека, а полезны именно этим паразитам. То есть они начинают управлять эмоциями человека, появляется неуравновешенность, появляется раздражительность, появляется ожирение, потому что принимаются те продукты, которые человеку и не нужны. Здесь целый-целый-целый перечень неприятностей, перекрываются многие энергетические каналы, нарушается родовая память, родовая связь. Тут много что можно об этом рассказывать. Так что если есть желание помочь себе, самому себе, любимому, как-то вот на путь истинный встать, то один из вариантов – это как раз правильное питание, правильный уход за своим телом, которое вам дано для того, чтобы в этой жизни существовать, а не для того, чтобы оно управляло вами, а этим телом управляли паразиты. Вопрос тогда – кто управляет вашей жизнью? Если телом управляют паразиты, а тело само по себе живет, вы им можете управлять. И мне вспоминается такая шутка старая, после перестройки, когда появилась версия, что Ленин – это был грипп. Ну ладно, давай дальше. Я не я, да? То есть, я думаю, что я, а на самом деле не я. Да. Так, ну что ж, дальше следующий вопрос. Сергей Леонидов. Сергей сын Леонидов. Вопрос в эфир. Как мнение? Что для одного хорошо, для другого смерть? Ну, такое имеет место быть, потому что есть такие люди, я думаю, на Земле, которые просто не в состоянии перейти по каким-то причинам. Может быть, у них просто даже сознание к этому не подготовлено, они считают, что ну что, нормально, подумаешь, барашка съел, ну и что, что там все плохо переваривается, я его убил, ну и ладно. А нам же еще раз сказали, что баранье мясо, оно диетическое, все полезное, хорошее. Да, 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 да. Ну и что подумаешь, он просто далек от всего этого. Поэтому он, и он, если он перейдет, а как он перейдет? Он, естественно, все бросит, и начнет на сыроедение сидеть. Так у меня знакомый один был, он перешел на вегетарианское питание с тем, что вареники покупные каждый день ел в течение месяца, потом понял, что не может быть вегетарианцем. Ну, конечно, вареники вареные каждый день есть. Ну, или что-то подобное. Ну, некоторые считают, что сыроедение, когда человек сыр ест, например, ну, нормально. А вареники не так далеко отсюда ушли. Так что он близок был. Зря ты так. Да, да, да. Ну, факт то, что, да, вот для одного смерти, ну, или человек ослаблен, болеет, или еще что-нибудь, конечно, для него это как подойдет. Или генетический аппарат у человека просто неподходящий. То есть известно, да, что генетические предрасположенности у людей тоже как различным продуктам питания. Ну, ты знаешь, насчет того, когда болеет человек, то очень часто, наоборот, отказ от всего, что связано с животным. Истощение смертельное. Вот в этом плане я извиняюсь. Ну, так концентрат какой-то надо сожрать, да, срочно, чтобы это как-то восстановиться быстро. Да, да. Только в таких случаях. А так, ну, только на местах сам человек смотрит, смерть для него это или нет. Ну, как правило, это все тоже может быть какое-то самомнение непонятное, внушенное паразитами. Опять-таки. Тебя Василий Васильевич приглашает к нему, пожалуйста, на экскурсию. Он тебе покажет теплицу там, рядом с Белым морем. Хорошо. Интересно, интересно. Да, дальше. Дальше. Василий, 44. Ждем появления мухоморов. Это когда мы про мухоморы с тобой стали говорить. Дальше Виктор. Вопрос в эфир от Виктора Леонидовича. Книги Людмилы и Григорьевны Пучко читали, в них говорится, что бактерии имеют коллективный разум. С грибками японцы экспериментировали, доказано, что грибки имеют коллективный разум. Да, кстати, тоже я видел, как гриб по туннелю интересно пробирается к питанию, даже из туннеля лабиринта он выбирает путь, который все равно приводит к тому месту, где есть что покушать. Ну да, я вскользь тоже сказал в начале эфира, что грибки, они тоже подключаются к нервным окончаниям, в том числе так же, как и другие какие-то те же самые паразиты и бактерии и так далее, вирусы. Они подключаются к нервным окончаниям. Ну и не только таким образом. То есть, да, я тоже встречал эти статьи, то, что японцы экспериментировали с грибками, что они прорастали по лабиринту как надо. Нигде не было, чтобы они заблудились, скажем так, да, упёрлись. Ну, конкретно Виктора Леонидовича и Людмилы Георгиевны не читал. Ну вот, знакомлюсь раз из этой техники, даже не слышал ни разу, как есть говорю, признаюсь. А по поводу японцев, да, читал тоже. Да, грибки тоже, естественно, управлять начинают организмом, в том числе, как и кишечные паразиты, те же самые, или паразиты в тканях, в межклеточной жидкости какой-то, или в мышцах. Да, есть такое. Хорошо. Так, дальше, Света. Просьба в эфир. Можно конкретно рассказать, что такое сыроедение, что надо есть и сколько. Сколько при этом пить воды или что лучше пить? Может сок или ещё что-то? Может пить чай, кофе? Как провести чистку организма перед переходом? Какое примерное меню при сыроедении? Ну, про чистку уже тут много было чего рассказано. По поводу воды я разрешу, я тоже ставлю. Я считаю, что и проверено, что всё-таки если правильно питаться, то вот вообще правильно питаться, то многие делают одну ошибку. Они сначала едят, а потом запивают. Вот лучше, если уж мы говорим просто по питанию, то где-то за полчаса выпивать чистой воды, не менее 200 граммов, может быть, кто-то и побольше будет 400 граммов выпивать. И уже тогда, когда организм получает чистую воду, клетки омываются, выбрасывают всё, что им не нужно. Вот появляются возможности вырабатывать желудочный сок и так далее и тому подобное. Слюна та же самая правильно вырабатывается. А если во время еды или сразу после, то в этом случае вы всего лишь навсего разбавляете те ферменты, те химические элементы, которые необходимы для пищеварения. Вот это надо всё понимать. И тем более, когда после еды вы что-то выпиваете, то вы гасите реактор, и непереваренная до конца пища может попадать в те участки, где она не должна быть непереваренной. Там образуются каловые камни, а это домик для ваших друзей-паразитов. Ну, пожалуйста, отвечай теперь сам. Да, ну, в общем-то, вопрос из области, что с самого начала раскрыть ещё раз всё, что рассказали. А давай, да, давай расскажем. Да, вкратце расскажем, да, вкратце расскажем. Ну, что нужно есть? Всё сырое. Всё сырое, либо подогретое до 40 градусов. Я буду коротко говорить уже без объяснения, почему, да? То есть до 40 градусов подогревать можно. Можно подогревать настойки, чаи такие делать. Вот я, конкретно я пью иван-чай постоянно. То есть, особенно если вода неблагостная, то лучше не воду выпить, а небольшой, не сильно крепкий раствор иван-чая, который был подогрет там, ну, до 40, ну, пусть до 50 градусов. То есть, 55 максимум градусов иван-чай можно ещё нагревать. То есть, он такой же более-менее горячий становится. Ну, кто любит, например, тёпленькое, горяченькое на каких-то, может быть, начальных этапах или когда холодно, например, зимой. То есть, вот эти вот тёплые чаи можно употреблять там 40 градусов, условно 50, ну, кто как может, кому на сколько подходит. И, кстати, иван-чай тоже очень уникальный в этом плане чай, именно ферментированный, потому что вот эти ферменты, которые присутствуют при ферментировании чая и потом они остаются, естественно, уже в самой заварке, они очень и очень благостно влияют на возрождение нашей микрофлоры родной. Вот такой вот интересный есть момент, очень важный пунктик. Вот в пользу того, чтобы перейти просто на иван-чай, даже в этом плане. И, ну, можно другие травы, пожалуйста, ну, вот на основе иван-чая, например, можно делать. Так что, такой момент тоже нельзя выпускать. И, как я сказал, он несколько воду облагораживает, если она очень такая, можно сказать, не питьевая, практически, скажем так. Ну, фильтрованная, чистенькая, ну, просто может какая-то там жесткая, например, какая-нибудь. Да, ее кипятить тоже, если кипяченая вода, ее отстаивать надо для чая, опять-таки. То есть, если воду кипятите, то надо брать не эту воду, а ее отстоять, и потом уже опять нагревать. То есть, если вы хотите так сделать. Ну, или заморозить. Да, дальше идем. Да. Ты вот, когда говорил про семечки, кстати, вот семечки, которые замочены, если они вот размокают, то у них совершенно другой вкус. Это надо тоже обратить на это внимание. Там появляются такие элементы, которые позволяют человеку кое-что регенерировать в своем организме, кое-что восстанавливать. Даже по вкусу они больше напоминают те семечки, которые вот достают из шляпки подсолнуха, свежие. Поэтому уверяю вас, что те семечки, которые продаются в пакетиках, написано с жареной или там с солью, то это отрава, это лучше не покупать, не есть. А вот те, которые сырые, которые не обработаны, их берете, прям горсточку промываете, недолго положили, замочили, и после этого воду слили, они становятся как будто только что из подсолнуха. Они очень вкусные, очень полезные. Это первое. И второе про квашение. Вот мы знаем квашеная капуста, но ведь квасили на Руси очень много, начиная от кваса, потому называется квас, заканчивая капустой. Но также квасили их тот же самый иван-чай, квасили и свеклу, квасили и брюклу, квасили много чего другого. Поэтому вы обратите внимание, что квашение это как раз выработка тех ферментов, которые для человеческого организма очень полезны. Это один из способов восстановления той микрофроллеры, которая нам дружественна. Поэтому как один из вариантов источника получения полезных бактерий это правильное квашение, а не соление и не, как там еще у нас есть, когда хрустит то все с уксусом. Мариновое маринование. Вот маринование это не наше. Соление отчасти, ну, как хранение, никуда не денешься, бывает, что необходимо хранить и поэтому засаливают. Но квашение, оно всегда применялось и целые были огромные такие, выделялись емкости, бочки, где квасилось для огромной семьи не только капуста, не только то, что вот еще помимо там на грядках росло, но и дикоросы некоторые, в том числе иван-чай. Вот. А по поводу ферментизации иван-чая, то помимо этого еще ферментизировали, ферментизировали другие листья, других трав и тоже получалось вкусно. Ну, где-то это употребляли как основное питье, как иван-чай, а где-то как добавки. Какие-то цветы, какие-то листья, ну, например, там листья, то же самое, яблони, листья груши, листья вишни и много-много чего другого. Листья, кстати, вот земляники, клубники тоже применялись. Ну, это уже на любителя, так сказать, и на вкус, на цвет, как говорится, товарищей нет. Но это вот мое допополнение по поводу квашения и ферментизации. Да, дополнение обширная очень тема, да, тоже вот это вот я поддерживаю. Мы постоянно квасим. Квашение, это наша микрофлора, опять-таки, дружественная, хочу поддержать. Ну, хорошо, вот ты уже находишься на сыроедении, очень много, здесь можно немножко для света расширить. А какой вообще рацион питания и что ты употребляешь, чтобы так понять? Ну, смотрю по сезону. Самый, конечно, трудный сезон – это зима. Зима, вот и ранняя весна. Летом понятно, в общем-то, все, что сырое присутствует на у нас огороде, то, что присутствует. Я еще полностью не перешел, как говорится, на то, что мы можем сами вырастить, поэтому, конечно, кое-что покупаем. Ну, вот выбираем. Самое лучшее проверенное – это то, что выращено либо в ближайшем регионе, либо хотя бы в рамках бывшего Советского Союза, если выращено. Ну, более-менее там еще хорошее качество встречается. А все остальное, конечно, желает, оставляет желать лучшего, скажем так. Вот. Но зимой обязательно квашение. Без квашения вообще даже не представляю. Без квашенной капусты зимой перезимовать – это вообще очень трудно. Это надо что-то покупать, там, какое-то, может быть, опять экзотическое, там, тропическое, там, что-то как-то питаться, да. А вот так, чтобы именно какими-то самостоятельными силами либо с помощью каких-то продуктов местного, да, такого произрастания. Это то, что ты сам заготовил, конечно же, потому что, ну, квашенная капуста покупная, я не знаю, какая она там может быть, что там с ней делали, да. Поэтому, конечно, вот желательно самому заквасить. Мы, кстати, квасим там, вот, иван-чай не пробовали, вот, я тоже про это слышал, но не пробовал еще технологию, я вот нигде не встречал, если кто-нибудь знает, вот, может быть, Алексей, даже ты. Но факт в том, что можно и попробовать действительно иван-чай квасить. А мы квасим как помидоры, например, слой капусты, какой-то зелени, потом опять слой капусты. То есть, каждый слой каких-то некапустного ингредиента, скажем так, перекладывается сюда капустой и квасится. Кабачки там какие-то, ну, и так далее, все что угодно можно квасить. Яблоки. Самое интересное, что иногда мне встречались рецепты квашеного лопуха, листьев лопуха, но не самих листьев, а черенков. Корень лопуха – это уже известно, лечебное такое, интересное средство. И в грядках его японцы, китайцы высаживают и, в общем-то, рады, не нарадуются. Мы почему-то его косим и ругаемся на него. Так вот, когда молодой лопух, вот эти черенки срезаются, их можно даже в салат крошить, но в небольшом количестве, потому что в необработанном виде они, ну, так, своеобразный вкус дают. А по поводу иван-чая, когда он только вылезает и небольшие ростки, он похож на спаржи, ростки спаржи. Если так срезать, он немножко такой тягучий, у него вкус, несколько клейковина, там, такая вот, интересный вкус, тоже много его особо не съешь, но он приятный. И вот такие черенки его можно квасить. А если вы же говорите о чем-то другом, но я уже не пробовал, надо будет пробовать, это квашение листьев, потому что стебли большого анчая, они уже жесткие. А не в капусте или отдельно? Можно квасить отдельно, можно квасить в капусте. Опять же, это как кому нравится. Здесь надо экспериментировать под себя, потому что вот часто бывает так, дашь какой-то совет, у тебя это все получается, все нормально, но это твой опыт. А когда человек берет и точно пытается повторить, у него получается что-то другое. Он говорит, ой, у меня это не пошло, там невкусно, но получилось что-то другое. Вот у него другое получилось вкусно, а у тебя его опыт не получился, но твой получился, свой личный, а у него твой не получился. Поэтому говорю, квасили на Руси очень много продуктов, давайте так обобщенно. И квасили, вот, например, я сказал, попробуйте поэкспериментировать, не кидайте сразу, но просто поэкспериментировайте с лопухом, например. Попробуйте чуть-чуть лопуха, только такой молоденький, который уже переросток черенки. Попробуйте просто на вкус, на что он будет напоминать. Не обязательно там его сразу тоннами глотать, просто попробуйте чуть-чуть. Попробуйте как-то его, может быть, обработать, может быть, заквасить, может быть, еще что-то. Это все индивидуально ваше. И одному это пошло, другому не пошло. Я могу только упоминать, что квасили много, и свеклу квасили, и листья от свеклы квасили, и квасили там вот эти всякие брюквы и прочее-прочее. Нарезали там варианты ломтиками, чем только не делали, потому что все, что крестоцветное, ну, не все, в большинстве, что крестоцветное, капуста относится к крестоцветным, оно употребимо в пищу не всегда в сыром виде, поэтому нужна иногда вот такая обработка квашения. А крестоцветное – это брюква, это там всякие редисы и так далее. Ну, опять же, про редисы не буду ничего говорить, а то сейчас начнут вопросы задавать. Рецепты, рецепт не подскажите. Да, давай рецепты и так далее. И вот тут тоже был еще вопрос, а как там пить чай или кофе? Вот давай так, что тут можно пить, что нельзя, чтобы уже со света и разобраться до конца? Да, ну, во-первых, корень лопуха я тоже поддерживаю, мы по сезону его едим. Вкусная вещь, вот у нас прижился. Вот мы морковку не так едим, например, как то же самое, как корень лопуха. Вот вещь вкусная. Ну, и переходим теперь. Ну, вот сок. Соки тоже хороши, то есть кому нравится сок, и есть хорошие соковыжималки, желательно шнековые, которые не дают этого электрического поля, и они с помощью маленьких оборотов, перетирая, можно сказать, выжимают из мякоти сок. Ну, вот самые хорошие. Также можно пить чай, как я сказал, теплый кофе, но кофе как? Если вы будете жареный кофе, ну, значит, он уже не сырой продукт, и к тому же является наркотиком, в общем-то, в каком-то смысле, да? По крайней мере, его можно использовать в каких-то вот редких случаях, когда нужен какой-то энергетик, там, вот действительно, он за рулем, чтобы не уснуть. То есть вопрос жизни и смерти, там, у рейсовых каких-то, например, там, то в автобусе или в самолете, ну, вот как вариант, да? Это можно понять, просто как необходимость. А так кофе, ну, смысла нету, я не вижу смысла его пить. Лучше иван-чай, это уж. Кто сильно хочет, может быть, как-то, то же самое корень лопуха. Правда, его придется термически обработать. Мы экспериментировали, вот у меня сын любит различные такие напитки, там, такого плана, чтобы привкус у него был не кофе, но чтобы такой был, как такой, с горечью. Вот я им обжарил на сковородке корень лопуха, и он действительно такой, как вот, ну, а-ля кофе. Ну, вкус очень приятный тоже, кстати. Ну, начинающим с рейдом, который еще им трудно, их штормит, можно вот такой кофе делать из каких-то натуральных ингредиентов, ну, как вот какой-то временный этап. Там зольные вещества, но хоть и термообработанное, но это как идет, как лекарство уже, то есть там появляются зольные вещества, которые тоже полезны, то есть типа активированного угля, поэтому вот, например, тот же самый корень лопуха до такого коричневатого цвета прожареного на сковородке, потом перемолотый, вкус кофе очень сильно отдает и свои лечебные свойства несет. То есть начинающий можно использовать. Если, особенно, кто на кофе подсевший, ему трудно отказаться, вот можно таким образом от кофе отойти через вкус хотя бы. То есть вкус хотя бы идет, идет некоторая энергетическая подъем, но не за счет внутренних резервов, а за счет именно содержания в корне лопуха вот этих всех веществ, если касаться. Вот здесь надо отметить, что лопуха – это двулетнее растение. В первом году он набирает силу корня, а в втором году он выбрасывает побеги, на которых цветы, а потом вот эти вот колючки. Так вот, если вы хотите корень лопуха, то, наверное, все-таки лучше его собирать осенью, когда он уже первый год набрал силу. Если вы хотите использовать черенки, то в этом случае первый-второй год черенки, на мой взгляд, будут подходить, но надо смотреть, опять же, по вкусу, что для вас больше. Первогодки, которые череночки такие мягенькие, свеженькие, или уже второй год, когда они в силу вошли. Здесь надо каждому пробовать. Но про корень все-таки, на мой взгляд, так же, как и с морковкой, сочнее и вкуснее, тот, который первый год, как орешок. Потому что на второй год он уже отдает в цвет и в листья. Да, он такой же рыхлый становится, невкусный. Но тогда цветочки. То есть на второй год вот эти цветочки, когда они еще маленькие, их можно употреблять, или цветочки их можно подбирать в пищу. Ну, прям как цветочки? Да, вся сила туда уходит. Вот именно в самый зародыш уже вот этого бутончика, когда семечко появляется, либо цветочек. Ну, как употребляю, просто ходишь, нарываешь и себе в салат кладешь? Можно сушить потом в чай, можно сушить, можно в чай, в небольших количествах можно в салат. Ну, опять-таки, на вкус и цвет товарищей нет, просто попробуйте. Ну, факт в том, что вот его можно сушить, вот в чай добавлять, или просто его перетирать в пыль, в порошок, добавлять просто, скажем так, присыпку какую-то, или просто в свежем виде. Самое хорошее пока сезон в свежем виде. Ну, в общем, лопух, лопух, как показывает практика, универсальный продукт, который почему-то очень не любится. Хотя, как говорила одна знакомая, все, что у вас растет на участке, это показатель того, что это вам необходимо. Вот крапива растет, необходимо, иван-чай растет, необходимо, спорожь растет, необходимо, и так далее. Адувальчики растут, необходимо. Поэтому надо просто уметь это дело применять. Даже при. Даже пырей. Корень у меня пырей даже. Промывается, сладко крошится, тоже своеобразно. Да, конечно. И по осени бывают какие-то корнеполы, убираешь там, где сорнячки были, находишь такие клубеньки вытянутые. Вот если попробовать их, то они, ну, ничем, скажем так, ничем сырому картофелю не уступают. Вот. И если правильно их обработать, то их можно также использовать. Они не горькие, они даже немножко сладковатые. Казалось бы, делали. Казалось бы, сорняк, но при этом вполне употребимо. Лапник тот же самый и так далее. Вот. А что касаемо чая и кофе, надо понимать, что слово чай, это все-таки не наше. У нас были травенье и здравенье. Вот. Слово чая, оно связано с Китаем. Вот. И чай на Китае, так оно и называется. Как там стену построили наши предки, или как строили китайцы под назором наших предков, вот Китай, как за эту стену загнали их. Вот с той стороны, в России эта страна называлась Китай. То есть чайна. И так они себя до сих пор называют. Но хотя на других картах они называют себя по-другому там. То есть кто их там приходил и поздравлял, так они себя и называли. Кто-то там цина, кто-то чина, кто-то еще как-то. Вот. И это не наш продукт, на мой взгляд. И поэтому чай я не употребляю. Я лично и своим друзьям не советую. И то же самое кофе. Это не наш продукт. Употребление чая и кофе вот этих вот именно китайского черного чая и даже зеленого и кофе, на мой взгляд, это неправильно для нас. И отказ от этих продуктов влечет улучшение здоровья сразу. Потому что чай и кофе, они не наполняют жидкостью. Они вытягивают, жидкость удерживают. И в общем-то клетки от этого страдают. Плюс ко всему, там надо учитывать, что присутствуют слабодействующие наркотики, которые вызывают зависимость. Это из той же серии, что, например, покурите там сигареты Life какой-нибудь там или Light, как это называется, не знаю, который легкий сигарет, так называемый. То есть обманка очередная. Поэтому не сажайте себя на наркотики, живите трезво, живите здраво, и все будет хорошо. Так, дальше вопрос в эфир от Дмитрия. Здравия, черный кофе или черный чай, насколько это вредно? Ну, только что ответил, мне кажется, здесь больше разлагольствовать не надо. Сергей сын Леонидов. Вопрос в эфир. Дополнение к предыдущему. Есть разные полюса на Земле, матушки, и, соответственно, разные восприятия. Стало быть, и не может быть универсальным методом для всех. Лично для меня это образ сыроедения привлекателен. Ну, как-то вот так вот здесь написано. Непонятно. Ну, видимо, сказал, что... Реплика, да, наверное, скорее? Ну, видимо, дополнение к эфиру, когда там одному хорошо, другому смерть, и поэтому одному сыроедение хорошо, а другому не очень. Поскольку есть разные полюса, то и разные люди, и разное здоровье. Но мы о том говорили, что надо учитывать свои собственные какие-то мировоззренческие особенности, генетические особенности. Ведь есть же и народные племена, которым, ну, например, там каннибализм прописан, они нормально друг друга кушают, и все хорошо. Вот. Ну, кому как, кому что. Кому апельсин, кому свиный хрящ, то, что называется. Так, ладно, Владимир... Арбуз, да, арбуз. Ну, можно арбуз, да. Владимир Размытич, еще вопрос в эфир. Владимир Размытич, каков сторонний критерий оценки, что тип питания выбран верно? Ну, сторонний критерий, это можно просто пойти сдать кровь на анализ. Вот так, самый простой. И кровь на анализ все покажет. Своё самочувствие. Кто доверяет себе, своё самочувствие. Но опять-таки, на фоне чего? То есть, если ты съел булочку, у тебя хорошо в сон тянет, и вроде как действительно хорошо, это тоже обманка. То есть, когда наркотические различные вот эти ингредиенты употребляются, человек сам не свой. Я не я, как говорится, корова не моя. Так же и здесь. То есть, надо сперва выйти на объективную точку отсчёта, то есть, на какие-то оценочные такие моменты, чтобы они уже были объективные. То есть, избавиться от всех, опять-таки, подселенцев и на себя взглянуть здраво. И после этого почувствовать, можешь ты это, например, на таком питании выйти или нет. А пока у тебя, ну, всё, весь ты в инвазиях, весь в шлаках и так далее, и так далее, в отложениях. Ну, как можно объективно вообще воспринимать реальность и себя? Невозможно. Так что сторонний критерий это самочувствие. И кому, кто не доверяет, анализ крови. Но опять-таки, анализ крови, когда вы уже устойчиво перешли на это питание и находитесь некоторое время, адаптировались, вот тогда он только может показать действительно какие-то результаты. И вот здесь такая реплика товарища шёл от конкретного вопроса. Всё же хотелось бы узнать, что конкретно товарищ кушает и в каком виде? Что выращивает в огороде? Какой рацион? И вот вопрос дальше. В эфир от ЯГриши. Конкретно, что едят сыроеды на завтрак, обед и ужин? И сколько вообще примеров приёмов пищи в день? Три, пять или восемь? Восемь. Мне вспоминается, помнишь, это был-то у нас про траканища. Приводите ко мне дедок, я их на завтрак скушаю. Итак, сыроеды, что же кушают вообще? Ну, конкретно, да. Конкретно я, да. Вот Томская область, да. Что конкретно ем я? На сегодняшний момент я ем по сезону, во-первых, замоченную, пророченную гречку. Оно у меня составляет как основной продукт такой, можно сказать, хлеб. Да? В плане, в таком распространённом. То есть, каждый день я ем гречку, питаюсь я где-то два, иногда три раза. Обязательно гречка с каким-то салатом, то есть, по сезону. Вот сейчас, например, помидоры, огурцы, там зелень пошла, всякая свежая, вот очень много я ем. Какой-то кабачок, например, можно туда. Ну, корнеплоды, как-то они в такой сезон меньше у меня идут. Квашеная капуста тоже особо не идёт. То есть, всё ем свежее. Ну, обязательно с гречкой. Добавляю также сыродавленное масло. Вот. Я купил себе давилку, которая давит через деревянный престо, и даже металл не касается. И вот давлю масло, употребляем все семьи, очень вкусное масло. Оно является даже лечебным. То есть, мы, как говорится, и едим, и лечимся. Вот. Ну, так вот получилось, что захотелось, мы купили такую штуку, и вот выжимаем. Конкретно, если про меня. Потом соль мы заказываем. Пока вот, я хочу найти где-то российского происхождения, но пока вот мы заказываем гималайскую соль. Ну, у нас на её немножечко уходит. В общем-то, подсаливаем немножко иногда. Её употребляем. Потому что вот есть такая у соли сибирская такой населенный пункт. Там вот добывают соль. Хотелось бы мне связаться с этим регионом. Просто вот текущие, как бы, мысли, да, такие. И там вот эту соль попробовать именно, чтобы каменный кусок отломили и прислали, например, вот такой вот момент. Далее. Зимой я очень много ем квашеного. Мы постоянно всё заквашиваем. Заготавливаем сушёные какие-то продукты. Те же самые помидоры можно сушить. Потом фрукты различные можно сушить. Даже вот те же самые баклажаны, например, их можно высушивать. Потом в сушёном виде употреблять. В сыром, но в сушёном виде. Либо в сыром их подвяливать. То есть, такой вариант и есть. Потом употребляю различные зелень, например, если касаться зелени. То есть, петрушка, укроп, кинза, руколы мы выращиваем. То есть, это всё вот у нас на огороде. Потом лук, тот же самый, чеснок. В теплице и на улице мы посадили помидоры. Помидоров у нас их обычно много. Мы заквашиваем в несколько бочек. У нас есть бочки. Специально мы тоже дубовые бочки приобрели. И в этих бочках мы заквашиваем или замачиваем. Также яблоки на зиму обязательно мы заготавливаем, закладываем в погреб. Вот примерно вот такой рацион. Ну и плюс фрукты по сезону. Сейчас пошли, например, те же самые абрикосы, например, которые со стран бывшего союза, скажем так. Абрикосы бывает, берем. Потом в лесу, например, сейчас земляника, малина пошла у нас местная. То есть ягод сейчас там всяких много, крыжовник сейчас пойдет. Черника пошла, например. То есть ягоды они тоже очень хорошо поддерживают. Ну вот примерно такой рацион. Что еще сказать? Ну зимой, 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 конечно, потруднее. Зимой потруднее, не хватает каких-то солнечных фруктов. Бывает, покупаем апельсины и чистим, там их. Обязательно, кстати, вот эти все продукты, если уже даже какие-то апельсины или мандарины покупаете, обязательно их надо тщательно мыть с мылом. С мылом обязательно и потом уже тщательно промыленные смываются эти все продукты и потом чистятся. После этого и чистится толстая корка, чтобы желтого, например, если у мандарина апельсин, ну мандарин-то легче чистится, апельсин если ножом чистите, чтобы не оставалось желтого. Ну к примеру, да. То есть вот так вот яблоки ноги парафином химическими добавками чуть ли не чистить надо но тоже это не дело то есть об этом тоже задумываться надо ну вот примерно такой рацион то есть все виды овощей все виды фруктов на все что вы увидите корнеплоды там различные капуста морковка ну вот картошку например сырую мне не нравится кто хочет пожалуйста кушайте если кто-то сильно хочет в общем то хоть она и не является исконно русским продуктом да если вам сильно и хочется сырую в чем я сильно сомневаюсь много не съедите ну пожалуйста покушать вообще есть лечение картофелем сыром тоже такое так что так что похрустить да ну морковка свекла все понятно то есть корнеплоды все которые у нас присутствуют ну все абсолютно там репа есть вот репа цветная капуста очень хорошо идет кстати вот цветная капуста браколи вообще замечательное дополнение особенно по сезону ну или квасить вот такой пример национал очень гречка фрукты овощи зелень основной рацион такой гречка прямо на ура прям каждый день ну хорошо то есть получается у тебя запаренная речка размоченная гречка замоченная в воде пророченная гречка и пророченная и пророченная и пророченная ты где-то ядец понятно вот а там всякие и дополняешь это какими-то там салатами яблоками там морковками маслом огурцами в общем все что есть скажем так ты не ограничиваешь что вот в обед я ем только три яблока там в ужин тренд три чего-то еще и и так далее вот что хочется то и кладешь получается обычно больше трех ингредиентов я не смешиваю особо смешивать ну как-то я от этого отошел у меня свое время было бывает такая стадия что хочется прямо действительно намешать намешать и какой-то там коктейль себе такую придумать а сейчас все пришло к тому что где-то три ингредиента использую больше тоже не интересно отдельный вкус отдельных продуктов тоже по своему вкусен особенно когда тщательно живешь вот алексей травмается просто открывается по другому алексей тарасов пишет тапура тапинамбур до тапинамбур и что-то еще написано и репа вместо картошки это очень хорошо тоже тут идут раз у нас сейчас пошли такие диалоги а можно ли человеку молочное есть к примеру там молоко пить не предназначено молоко нет ферментов для переработки об этом мало кто знает что ты скажешь о молочных продуктах ну все правильно молоко она во первых это продукт другого живого существа то есть если обратим в природу ни одно другое живое существо не употребляет молоко во взрослом виде да или или мол или молоко другого живого существа то есть своего вида в свое время вот поэтому это какой-то суррогатный заменитель или какое-то дополнение может у людей быть или утилю самых детей которые уже привычны к такой пище но они уже без нее как подрастающий организм может только будет больше вреда такой тоже может быть чем пользы поэтому вот они например могут такие продукты употреблять а так как таковой физиологической потребности в таких продуктов вообще нет вот как элемент выживания то есть когда вот так вот какие-то не так далекие времена не очень далекие времена когда люди выживали они конечно же вынуждены были коровы иметь и и употреблять молочные продукты мясные продукты когда вопрос уже выживание встает туда тут какие могут быть разговоры на сегодняшний момент в этом при определенные желания определенной организации своей жизнедеятельности можно от этого таки очень легко в общем то молочная тема она много наверное раскрывалась ее смысла нет особо сильно раскрывать по моему что-то понятно что молоко это не тот продукт который человеку нужен не говорю же про то что там генетические генетика другого да еще живого существа коровы коровы да в данном случае например себе брать то соответственно какое сознание переходит тому же самому ребенку то есть молоко употребляет вот алексей тарас написал молоко должен пить теленок и здесь да надо отметить что подсказка есть такое понятие коренные зубы есть понятие молочные зубы то есть вот пока у ребенка есть молочные зубы то в этом случае молоко еще каким-то образом это может усваиваться но в первую очередь скорее всего молоко не просто а бы кого молоко в первую очередь мамы своей родной и уже как от безысходности это может быть как правильно сказал это может быть уже козье молоко и коровье молоко но еще кто-то говорит лосиное молоко там на руси лошадин да лошадиные лосины вот эти но это как уже дополнение варианты вот а так до той поры пока есть молочные зубы молоко но еще может усваиваться там да с какими-то оговорками но как только молочные зубы начали меняться на коренные это говорит о том что пора переходить на другой вид пищи это не моя придумка это мудрости народные потому и называется молочные коренные зубы я просто добавить что это уже до 6 лет по ведом до 6 лет по дополнением можно можно деть дети могут могут пить материнское молоко и если желает нельзя мне script отказывать до 6 лет до как я sometime говорю примерно примерно в этом возрасте это победа на Keeping по индийским и тут но примерно в этом возрасте даже если вы ед не знаете начинается смена зубов вот как раз six 7 лет начинают потихонечку зубки меняться. Поэтому до этого возраста еще как бы то ни шло. Молоку можно применять, а вот дальше уже, скорее всего, смысла в нем нет, особенно в сыром молоке. Если же мы говорим про ферментирование различное, то в этом случае бактерии вам в помощи. Если вы чувствуете, что молочные продукты очень нужны, то тогда давайте употреблять и те продукты, которые уже обработаны другими нашими помощниками маленькими, которые дают какие-то квашеные продукты, вот просто кваша та же самая, но в нечистом виде. Что касается, например, того же молока, надо понимать, что помимо того, что это чужеродный белок, если мы берем коровье молоко, то там еще присутствуют другие энергетические составляющие, которые передают суть от мамы, суть жизни от мамы своему ребенку. Поэтому если корова поет теленка молоком, то в этом случае учителенок получает все необходимое от своей мамы для того, чтобы стать или бычком, или коровой. Если мама женщины кормит своего ребенка молоком, то в этом случае ребенок становится человеком. А вот если, к примеру, человеческому детенышу давать коровье молоко или козье, ну, на мой взгляд, здесь могут быть некие нюансы, которые как-то непрямо, но как-то влияют на его дальнейшее развитие. Вот здесь, так я мягко говорю, косвенно, хотя, конечно, есть там некоторые наработки более серьезные, но это я оставляю на размышления всем нашим здравомыслящим друзьям, кто нас слушает. А вот творог и сыр, что ты скажешь по этому поводу? Ну, менее, конечно, это опасно, чем молоко. Ну, если уж молоко пить, вот как бы с самого начала, да, раскрутить этот момент по-быстрому, да, то если уж молоко, то прям тут же из-под коровы, чуть ли не соска, как говорится, да, чтобы без доступа воздуха. Если молоко уже постояло, ну, условно говоря, остыло, уже не парное, то есть там, ну, полчаса, там, час, то все уже после этого и только его обрабатывают, то есть вот дружественными нам бактериями, то есть которые сбраживают молочнокистое, там, простокваши различные и так далее. То в таком случае, как какой-то такой вот переходный этап, возможно, да, или просто этап, который связан с каким-то моментом выживания, то вот в такой примерно последовательности можно все это употреблять. А так, конечно, сознание переходит по-любому, от коровы к человеку переходит так же, как и от растения. И там заложены другие совершенно программы, то есть не петь теленочком, там, козленочком станешь, это вот действительно может быть не зря сказано, да, сказки. Ну, факт в том, что действительно сознание переходит от животного, даже через те же самые молочные продукты, генетический материал, там, и энергетический нету не отменял. Ну, да. То есть тоже все это есть. Вот здесь Варк написал, а будешь есть курицу, будешь иметь куриные мозги. Алексей Тарасов, а кушать мед, будешь жужжать. Ну, понятно, так мы можем дойти и до баранов, и до всех остальных. Ну, отчасти, отчасти, конечно, с этим можно согласиться, но только отчасти, поскольку вот говорят, а если есть траву, то будешь тупой, как трава вообще, да, как морковка. Ну, здесь надо понимать, что есть все-таки белковые формы жизни, похожие на человеческое, человекообразное существо, а есть далекие. Вот чем дальше от себя вы употребляете что-либо, тем организм проще с этим срабатывать, проще это перерабатывать, и проще с этим как-то расправляться, перерабатывать на более простые формы, для того, чтобы все усваивалось энергетически. Вот такой момент, что ближе к Солнцу, то есть сперва Солнце употребляет растения, а потом уже животное растение, то есть мы ближе к первоисточнику, то есть так называемые те же самые Солнцееды есть, ну, к примеру, да, или когда Солнышко, конечно, когда Солнышко, тепло, есть меньше хочется, да, то есть понятно, что там еще тепло, другие факторы, но все это вот к этому моменту вкопилось. Да, вот как-то просто был разговор, и давно-давно выстроилась такая формула, если употреблять то, что употребляет первичную энергию, то это более полезно. Ну, это растения, которые, не обязательно трава, как многие говорят, там травоядные, это плоды, то есть плодоедение. Если потом следующие, кто эту траву употребляет, это какие-нибудь там по уровню безопасности, может быть, там рептилии какие-то и что-то еще, которые там в воде что-то плавают, там, да, потом следующий уровень это уже теплокровные какие-то, ну, и так далее. И самое неприятное, когда человек начинает употреблять очень похожее к себе, это, ну, например, там, свиней, там, крыс, к примеру, коров не очень хорошо употреблять, может быть, даже совсем нехорошо, да, ну, и так далее, потому что чем ближе белок, тем больше проявляется сущность каннибализма, а это все-таки совсем нехорошо для здравомыслящего человека. Итак, следующий вопрос, эфир от от рукавинона странно, как это организм может продукцировать ГМ-белок, откуда он берет исхозный материал, ну, ладно, помидоры мы едим, но скорпионов-то не употребляем, как тогда? Это разговор прошел, вопрос прошел тогда, когда ты говорил о том, что ГМ не мы употребляем, сначала бактерии, а потом уже они выделяют то, что мы употребляем, это ГМ, оно все равно остается. Да, то есть наша микрофлора употребляет генетически модифицированные продукты, и соответственно сама уже становится геномодифицированной, то есть мы питаемся продуктами жизнедеятельности микрофлоры и самой микрофлоры, которая отмирает, естественным образом мы употребляем это высококачественный белок, скажем так, высококачественные все другие ингредиенты, но когда они питаются генетически модифицированные продукты, они сами становятся генномодифицированы только через эту цепочку. То есть напрямик употребляя генномодифицированные продукты, они бы нам не приносили бы такого особого вреда, то есть нас бы генетически не меняли. А именно через микрофлору, тут именно вот такой заложен тонкий троянский конь, через микрофлору именно нашу идет взламывание нашего генетического кода, скажем так. То есть так хитро придумано, как говорится. И микрофлору, употребляя генетически модифицированные организмы, сама становится генномодифицированной, которую мы в свою очередь употребляем, и генномодифицированные продукты выделяют, то есть белки нужные нам, различные другие микроэлементы, витамины и так далее. И они какие-то могут быть неполноценные, например, могут быть аллергенами очень сильными или отторгаться. Бывали случаи, что у людей, кто много генномодифицированной пищи ест, какие-то отклонения, вплоть до того, что какие-то наросты, например, какие-то волосы в непотребном месте растут, или какие-то костяные образования. Вот такое я читал. Насколько я не знаю, встречаются такие тоже статьи, довольно-таки серьезные источники. В общем, в жизни много чего интересного. Да, много чего интересного. Но именно через это меняется человеческий код. Особенность его подрастающего поколения или у детей, которые там еще в внутриутробном развитии, беременными женщинами, задумайтесь, конечно, и матери, которые детей кормят, какими генетическими, хотя бы измененными продуктами кормить или натуральными. То есть, эти моменты очень важны. Здесь надо понимать, что вот эти все наросты, волосы, как сказал, в непотребных местах и что-то другое, они вырастают не просто так. Это означает, что уже в клетки наши, в гены клеток, в генетическую нашу основу заложена другая информация. Потому что любая клетка, она подчиняется. Если что-то начинает не там расти или не то растет, это означает, что уже геном изменен. Вот это очень важно. Это какое-то отклонение, это какая-то мутация. Да, свершившийся факт. Да, свершившийся факт. Поэтому тут, как говорится, уже поздно пить боржоми. Но хотя нет, клетки все равно какое-то время, есть надежда, что через 7 лет, или через какое-то время другое, они обновления происходят. Но вероятность того, что молодые клетки получат уже приобретенные качества какие-то очень велика. Поэтому рисковать с этим я крайне не рекомендую. Заниматься таким риском, вернее, крайне не рекомендую. Экспериментировать и так далее. Потому что, ну, как говорится, береженого Бог бережет. Зачем нам эти вещи производить? Так, дальше. Вопрос в эфир от Василия из Омска. Какое питание наименее вредно, не считая сыроедений? Какие продукты? Мое личное мнение, тушеные овощи и припаренные куры, крупы, прошу прощения, крупы, доведенные до кипения. Да, я же так спал, что куры. Крупы, доведенные до кипения. Да, вот правильно написал Василий. Это тушеные овощи, припаренные крупы. Да, крупы желательно замачивать. Какие-то бобовые, если используются, тоже замачивать. Например, нут можно сыры вообще употреблять. Нут проращивается. Очень, кстати, калорийная и тяжелая пища. Людям с тяжелым физическим трудом могу порекомендовать. Как-то сразу я не сказал. Нут, как только у него проклюнулось, корешок проклюнулся, этот нут уже можно в блендере, например, смалывать и делать такую как бы пасту. И употреблять. Ну, или так просто, как есть горошком таким уже добавлять в салат и есть. То есть, очень тоже сильный белковый такой продукт и энергетик. Вот. Ну, а так все правильно написал. Да, вот просто минимальная обработка. То есть, можно на пару, можно в духовке припечь чуть-чуть, либо припарить, либо отварить, может, немножечко. Ну, и так же крупы. Все правильно написал, добавить нечего. Это на ней невредное. То есть, это как бы предступенька перед сыроедением. Ну, или где-то зимой. Ну, все же могут. Ну, понимаете, да? В таком плане. Несколько отметить, что вот в чистом виде варенье, в чистом виде варенье, оно появилось на Руси с приходом христианства. Потому что оно пришло из тех мест, где очень много выращивалось баранов, которых нужно было варить. До этого у нас на Руси использовались запаривание, когда в некие емкости заливалось, засыпалось что-либо и заливалась горячая вода или на пару как-то через ткань что-либо пропаривалось. Вот вываренная пища, она по исследованию некоторых ученых ведет к уменьшению продолжительности жизни и ухудшению качества жизни. Поэтому что было? Это было тушение, это было пропаривание, запаривание и иногда это было прожаривание. Вот в зависимости от того, какой продукт, то и применялось. Но варенье пришло достаточно уже поздно. Вот это тоже надо учитывать. И здесь тоже идут, не могу пропустить мимо, идут дискуссии у нас в чате. Питание молоком приводит к дефициту калия и рахиту. Принято считать, что кальций не выходим для формирования скидетов, укрепления зубов. Однако этот элемент кальций из молока осваивается гораздо хуже, чем других продуктов. Дело в том, что белок и зим, подая в желудок, способствуют повышению кислотности желудочного содержимого. Для нейтрализации кислых ингредиентов используется как раз кальций. Того кальция, который содержится в молоке, оказывается, недостаточно. Поэтому в ходу идут его запасы, находящиеся в костях. Вот такая... Сперва из зубов, а потом из костей. Да, зубы, само собой. Мало того, многие женщины, которые любят кальций, вернее, любят, не кальций, а любят творог, творожники, всякие сырники, они очень быстро седеют. Это тоже на практике я неоднократно обращал внимание. А седина – один из показателей того, что некие ферменты, в том числе и кальций, уходят. И очень это проявляется при родах, когда кальций нужно много, а его недостаток. Он выбирается из костей для того, чтобы формировать скелет малыша. Поскольку и так дефицит кальция, то в этом случае он вытягивается отсюда, откуда можно. И, кстати, распространенная ошибка, когда я слышал неоднократно, когда бабушки и дедушки своим кормящим мамам или те, которые сейчас занимаются подготовкой к материнству или вынашивают ребёнка, желают большими порциями по пачке в день есть творога. Вот это, опять же, очередное очень серьёзное заблуждение, которое ведёт к серьезнейшим проблемам. Женщинам просто не хватает кальция в дальнейшем для того, чтобы нормальный ребёнок родился. И у них потом начинают серьёзные проблемы вплоть до болей на всю жизнь с их организмом. Так что, вот это надо иметь в виду. Это одно из ухищрений наших недругов. Специально, не специально, я уж не знаю. Так, дальше. Я Гриша. Вопрос в эфир. Картошку тоже сырую есть или можно отваривать, или вообще её не есть, так как это растение не из нашей области проживания? Ну, уже отвечали, да. То есть, если сильно хочется, ну, поешьте её сырую. Ну, не знаю, я... Ну, попробовать её можно, ну, поел ты её там кусочек один раз, но её всё равно, что не съешь много. Сильно кто-то хочет, пожалуйста, ешьте сырую картошку, да, раз это сыроедение, сырое можно. Ну, другой вариант, другой момент, что это не наша область, это я абсолютно согласен, если вы можете избежать вообще употребления картошки, ну, избегайте, либо как это лекарственное средство какое-то тоже, ну, есть такой момент. А так просто её есть, ну, в смысле я не вижу особого. есть вкуснее продукты. Другое дело, что если человек на каком-то переходном этапе и хочется ему картошки, самый наименее вредный вариант это печёная картошка. Печёная картошка либо в духовке, ну, либо, может быть, прямо в костре, если есть возможность. В мундире. Да, в мундире, конечно, в мундире. И прямо с мундиром съесть. Да, да, это одновременно даст... Если уж в воде, если уж в воде, то в маленьком количестве воду, ну, желательно тоже это выпивать. Больше на пропаривание, чтобы это походило всё-таки. Да, А не вываривание, тушение. Тушение в маленьком количестве воды вот так вот. Чтобы всё оставалось там, да. Потому что часто бывает так, две картошки кладут, 10 литров наливают, кипятят там 10 часов, потом всё выливают, для вопроса, что там остаётся. А крахмал едят. Да, крахмал потом уже чисто рафинад едят. Что это-то как у меня тут наросло-то? И вот тут наросло, и вот тут наросло. Так, сейчас вот здесь реплика такая. Получается, что все молочные продукты вредны. Ну, мы говорили, что не все молочные продукты вредны, а вредны те, которые, ну, творог, поскольку он уже обработан, там уже всё неживое, да, и чистое молоко в чистом виде, если тем более оно не прямо с-под коровы, оно уже остыло, постояло, тем более оно уже не полезно. Поэтому, если уж вам нравится что-то молочное, то прибегайте к посредникам, об этом говорилось здесь, посредники – это те бифидобактерии или другие, которые помогают нам в этой жизни и которые у нас присутствуют внутри. Это квасные бактерии различные, квасного направления или бифидобактерии. Света пишет, а что это такое за непотребные места, стесняюсь спросить? Непотребные места, где выросли волосы? Да, 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 да. Ну, на языке где-то, например, вырастают, представляете, вратовые полости волосы или какие-то костяные отросты на голове или где-то на руках. То есть, типа рогов, да, когда жена что-то не то сделала, да, и мужчина чувствует, что там зачесалось. Или начинают какие-то внутренние какие-то изменения органов странные, там вот всякие, ну, те же самые кисты, например, да, то есть кисты образования, какие-то шишки, ну, вот эти всякие непонятные вот эти вот образования, скажем, которые прощупываются. Конечно, надо уже задуматься, что это такое и принять соответствующие меры. Когда печень наизнанку уже вылезает, да? Я думал, когда, ты говорил, непотребный, это когда у вас это в ГМО что-то уже выросло и на этом выросло, начинает что-то уже расти типа волос. Ладно. И шевелится, и с вами начинает по ночам разговаривать, песенки вам поют, да, в колыбельных, чтобы крепко спали. Это вообще жесть. Да, дальше Василий Васильевич пишет, не все йогурты одинаково полезны. Тот спрашивает, а кефир? Вот кефир, это отдельный разговор вообще о кефире. Тут можно трактаты прочитать. Не все кефиры полезны, тут я точно согласен. Одинаково полезны. Да. Если уж, давайте так смотреть. Кефир, конечно, может быть, и вкусовой какой-то имеет, там интересное что-то, но вот я, честно, кефир давно уже не пробовал, несколько лет, и как-то и не тянет. А так, если разобраться, вот ты употребил слово алкогольный продукт, на самом деле, ведь там применяется не квашение, а там брожение применяется, потому что кефирные грибки, они близки к дрожжам, родственники. Да, и особенно, да, термофильные сейчас же, термофильные вообще помешались, термофильные, не убьешь эту песню, не задушишь, не убьешь, они тут растут сами собой, как хорошо этим разработчикам, производителям. И там, естественно, вырабатывается очень много алкоголя, они употребляют тот сахар, который там присутствует, в молоке, но там не сахар называется, по-другому, вот, и поэтому, в общем-то, в желудке, когда добавляете еще сладеньким чем-то, какую-то булочку съедаете, вот там... И выгодите эндиодозу. Вот. Эндидозу. Да, вот там по полной программе они расходятся, что вы кефир выпили, что вы дрожжи хапанули, там потом у вас алкоголь вырабатывается, мало того, сахар весь ими употребляется, а мозг тоже уже получил сигнал, что сахар пришел, а раз сахар пришел, то надо организм его чем-то расщепить, и выделяются как раз вот эти вещества, которые сахар должны расщепить, а сахара нет, они начинают по организму бегать, выдергивают его из всяких клеточек, отдай, отдай, потому что им все равно, главное, чтобы расщепить, и, в общем-то, у человека не так хорошо. А потом вдруг появляется зависимость, сахарный диабет и все остальное, закисленность организма, засоренность грибками и много-много прочего. Да, можно об этом много говорить, и плюс еще это все на алкогольном таком эйфории. Нарисовала картину, конечно. Да, картина маслом мы приплыли. Так, дальше, топленое масло, сливы, ну, здесь уже разъяснение и так далее. Переходим к следующему. Так, а вот творог, сыроеды ельдят, я творог люблю, но мы уже, мне кажется, здесь со всех сторон смотрели этот вопрос. Следующий вопрос. Юрий, а тебя можно найти вконтакте, ютубе, есть ли твой сайт? Ну, страничка вконтакте есть, можно вконтакте найти. Ник светорус один. Как вот один, только один, если слышимость плохая. Ну, найдете, я там есть, а в других местах не присутствую. Так особо, только для поддержания именно социальных каких-то, так сказать, связей, если можно выразиться. Страничку содержу, вот только, а дублировать, копировать какие-то другие, ну, в смысле, не вижу я особо. Вот классно так. Так, хорошо. Василий, 44. Вопрос эфир. Как Юрий относится к употреблению грибов, шампиньоны, вешенки, грузи, сыроежки, на сыроедении? Про мухоморы все ясно. Понятно. Отношусь так, что если на сыроедении, ну, так как это же сырой продукт, да, можно употреблять все эти грибы при условии, что они либо сырые, либо сушеные, ну, либо как вариант какой-то, может быть, от недостатка какой-то пищи может быть соленые. Вот проквашенные грибы, наверное, может быть, и такое есть, но я не слышал, что есть такой рецепт. Если кто-то знает, поделитесь, конечно, буду только рад. Ну, лично я особо грибы как-то вот употреблял одно время, вот поначалу, когда на сыроедении не штормит, то есть вот не знаешь, что тебе охота, какие-то переходные этапы, все меняется, микрофора меняется, пристрастия меняются, и вот бывают такие вот штормовые дни, что ты не знаешь, что же ты хочешь, или что. Что же в этот критический день применит? Да, можно грибы, какая-то ступенечка начальная можно, то есть кто ест грибы, кто хочет грибы, ну, вот, пиньоны там сырые, да, вешенки сырые, кому вкусно, ну, пожалуйста, сыроежки, но, опять-таки, если это все сетевое, то не очень желательно, непонятно, на чем это выращивают, вот шампиньоны, есть такие данные, что их на нефтепродуктах сейчас выращивать стали, есть такие технологии, то есть тоже надо задуматься, откуда эти шампиньоны, если лесные грибы, ну, ешьте, если сильно хочется, и прям вот без них невозможно, ну, ешьте, потом постепенно, это должно отойти, вообще мне это отошло, у многих людей истончается питание, то есть вот с каждым годом оно как-то становится проще, проще, вот эти всякие шампиньоны, какие-то сыроежки, ну, они как-то отходят, разве что, как именно, что вот как он тут написал, в лечебных целях и в очистительных целях, это да, а так как именно продукт каждодневного потребления, ну, он изживает, по крайней мере, у меня он изжился, ну, а так кому надо, пожалуйста, поддержание. Света пишет, мама мия, вы что тут, я теперь во всеми засну, костяные наросы, страхи какие, волосы, ладно, не переживай, не переживай, тебе это, надеюсь, не будет. А по поводу грибов хочу вот что сказать, значит, грибы – это половые органы грибницы, это надо понимать, это то, при помощи чего они распространяются, вот, то есть, когда мы едим грибы, вот, и наслаждаемся этим вкусом, то это, потому что как раз мы поедаем половые органы этих полурастений, полубактерий. Так вот, здесь очень интересный момент, значит, там несколько стадий формирования вот этого полового органа, есть тот, который растет, есть тот, который развивается, есть тот, который уже полувозрелый, и в нем присутствует та самая пыльца, которая распространяется, семена или споры, то, что называется, ну, мицелия тоже, когда, на мой взгляд, они начнут прорастать, но дело не в этом, в общем, то, что при помощи они распространяются. Так вот, споры, и получается, что если спора попадает в организм человека, то это, скажем так, неприятно, там могут быть заболевания грибковые внутренние, а это очень большая тяжесть, особенно происходит тогда, когда переходные периоды, и когда штормит, и критические дни, и когда организм слабый, или когда там болеет чем-нибудь, поэтому будьте с этим очень осторожны, в сыром виде грибы, тем более взрослые вот такие уже, я бы настоятельно не рекомендовал употреблять. Если уж хочется грибок, но вы найдите тот, который совсем-совсем еще маленький, где там формирование только-только начинается, но и то, как бы так вот, лучше стараться в сыром виде это не употреблять. А сыроежка это наиболее безопасный гриб, с давних пор, поэтому вот единственный гриб, который как-то вот можно еще употреблять в сыром виде. Лисичка, лисичка. Да, лисички у них, ну, лисички, они подавляют все другое, это тоже надо знать против глиментов, но опять же, если они уже взрослые, если у них уже шляпка полностью раскрыта, когда пойдет шляпка, это говорит о том, что они готовы к распространению своих спор, и вот это должно вас насторожить, потому что если они готовы распространять споры, то они будут распространять в вас. Вот это тоже надо учитывать, поэтому с грибами надо быть очень и очень осторожны, эта форма жизни не наша, но которая здесь на Земле многие миллионы лет прекрасно себя чувствует. И грибы паразитируют часто и на растениях, и на животных. Вот это надо учитывать. И некоторые разновидности грибов, они вызывают онкологию у нас, когда с другими какими-то встречаются живыми организмами или вирусами. Поэтому будьте очень осторожны. Надо вот об этом предупредить всех вас, друзей. Василий Васильевич, я прошу в чате все-таки постараться поменьше. Выкладывайте различные фотографии, которые не совсем по теме. Хоть там и нарисованы грибы. Так, дальше. Если мы разобрали, давай дальше рассматривать. Алексей Тарасов. Вопрос в эфир. Добрый вечер, ведущий. Есть ли практики выращивания новых волос на голове, новых зубов при переходе на сыроедение? Поделитесь рецептами. Благодарю. Ну, конкретно то, что я по себе заметил, у меня вообще отсутствуют абсолютно седые волосы. Я хотел тоже, Алексей, тебе сказать, что ты затрагиваю эту тему. Так особо, чтобы не хвастаться, я просто хотел бы сказать, что я 16 лет так получилось, что осознал многие моменты. Я 16 лет стал вегетарианцем. И вот последние 4 с лишним лета я сыроед. И у меня волос седых вообще нету. 41 лет у меня вот седых волос нету вообще. То есть не знаю, с чем это связано, но вот частично ответил на сегодня этот вопрос интересный. По поводу зубов. Сейчас технологии существуют уже такие. Очень много источников. Достаточно в интернете набрать. Ну, факт такой, что на сыром питании самое благоприятное, конечно, атмосфера возникает для зарождения зубов. Там еще определенные технологии применяются, концентрации внимания на вот этих вот местах, где зуб, например, там где-то внизу. Надо, чтобы зуб вырос, да, слева там внизу. Ну, значит, на этом месте концентрироваться и вспоминать свои детские ощущения и свои вот эти переживания, когда зуб чешется или когда-то он там лезет, ноет, там слюни бегут, слюни на отделение, как у маленьких, да, вот когда зубки режутся, где-то больно. То есть вот эти вот надо ощущения вызвать и концентрироваться настолько, насколько каждый может. Вплоть до того, что кто-то может на клеточном уровне прям там себе это представлять, кто-то просто ощущение вызывать. Ну, факт том, что в этом месте вызывать ощущение вырастания, проращивания зуба. Вот, это рабочие технологии, но они, можно предположить, наверное, что на любом питании будут действовать, но все-таки самое благоприятное и самое легкое, это, конечно, на адекватном сыром питании, о котором мы говорим. Да, мы же в первую очередь ставим, как ты правильно отметил в самом начале, не цель перейти на сыроедение или праноедение только из-за того, что так вот для организма полезно, а для того, чтобы у нас задача просветление получить. А мы выясняем, что как раз при сыроедении, при праноедении меньше паразитов присутствует, которые так или иначе влияет на наше сознание. А если сознание меньше замутнено, то в этом случае то, что называют родовым каналом или родовой связью, оно более раскрыто. И в этом случае тогда человек становится человеком, а не человекообразным существом. В этом мы постоянно говорим, наша цель стать человеками, а потом достичь уровня аза, а потом достичь уровня уже Бога во всех смыслах этого слова. И к этому надо стремиться всесторонне, и мыслями, и энергиями, и тела надо свои подготавливать, которые даны для того, как капсулы такие для жизни в этом мире, такие космические, как это называется, в чем-то космонавты деваются там. Вот, скафандры, да, вот правильно, скафандр для ваших сознаний, биоскафандр, да, такое, вот, а если этот биоскафандр живет своей жизнью, ну, тогда, в общем-то, вопрос, а кто его заселяет и кто им управляет? И получается, что что, этот биоскафандр управляет паразитами какие-то, которые сидят как это в жутком каком-то ужастике и там на клавиши нажимают и веселятся. Вот эти вот рекламы, когда идут там про всякие чистки туалета, да, где там эти сидят, которые смотрят, вот это из этой же серии. Представьте, что внутри вас сидят такие друзья, которые веселятся, нажимают на, как в интернете, используют ваши рецепторы, используют ваши нейроны, используют ваши нервы для того, чтобы общаться между собой, общаться с вашим мозгом, сервером таким, и управлять им. И вот сидят и просто веселятся и забавляются. Вопрос, а вы тогда где? Вот если просто-напросто они управляют вашим скафандром. Скафандр тогда что, для паразитов был что ли создан? А вы где? А вы тогда кто? Непонятно. Да, так что здесь, если об этом начинать задумываться, то, в общем-то... Но я в прошлом эфире сказал, что вот была заснята беседа, где я там как-то касался этого вопроса. Я не знаю, Василий Васильевич подготовит, наверное, выложит ближайшую, может быть, там, недельку, и можно будет ознакомиться с этим, там как раз тема рассматривается про страхи и как вообще вернуться к самому себе, как стать хозяином своего тела и хозяином своей жизни вообще. Ладно, следующий. Вот про волосы. Извините, про волосы. Это человек вам скажет, что про волосы. Ну, так же волосы можно выращивать. То есть, еще, кстати, вот грибок, он приводит к облысению. То есть, грибок, он... Ну, так, если коротко сейчас не вникать во все эти подробности, грибок способствует облысению. Поэтому грибок надо тоже выводить. Вы видите грибок, у вас волосы, во-первых, укрепятся. Во-вторых, вы будете уже сами своими, со своими мозгами будете уже лучше воспринимать какие-то концентрации, чтобы те же самые зубы вырастить или волосы. То есть, вот через это, через зачищение от паразитов, как бы рука руку моет в данном случае, да, мы приходим к тому, что и внимания больше можно уделять выращиванию, так сказать, зубов или волос. То есть, вот, вкратце. Все верно. Ну, в общем, пока мы видим одни плюсы. И с точки зрения самочувствия, и с точки зрения здоровья, и с точки зрения становления азом, становления человеком и так далее. Потому что, к сожалению, вот я сейчас наблюдаю, да и за собой, за всеми окружением своим, и за сами собой мы, по большому счету, даже до уровня каких-то там смердов не дотягиваем. Это не то, что там кто-то кричит «Я Витязь», «Я Волх» там, или кто-то еще. Становиться человеком надо. Это постоянный такой трудоемкий процесс, постоянная работа, труд очень тяжелый над самим собой. Ну, а никто легкой жизни-то не обещал. Итак, Елена777, вопрос в эфир. Расскажите, как вы квасите капусту, каков рецепт? Может, мы как-то не будем это, отошлем к товарищу интернету, поскольку там существует много различных рецептов, чтобы нам уже не затягивать эфир. Как ты считаешь? Я скажу просто, что вот самый такой расклой момент, один из авторов – это Полю Брэк «Соль жизни в капусте без соли». То есть там про квашеную капусту, целая книга у него и много рецептов. Вот наберите «Полю Брэк», «Квашеная капуста», «Рецепт» и все, и прочитаете все, что там написано, и вариации другие тоже ознакомитесь, и все понятно будет вообще вот это. Вот вкратце, чтобы людям наметку такую. Хорошо, благодарю. Здесь такое, ну вот то, что рассказали про зубы, это все теория, читала, в жизни есть примеры. У меня лично таких примеров пока не было. У меня тоже лично не было. Вот волосы, да, вот волосы у меня. С волосами, да, местами. С местами, да, было заметно, что и седина пропадает, и там, где начиналось облысение, оно затормаживается у многих. Вот хотя бы затормаживается, да. То есть перестает выпадать. У кого-то там прирост начинается. Так что, да, такие моменты есть. Света тут реплику. «Я кофе пью, ну все, я, значит, неправильная». Ей отвечает Варк. «Света, это же гадость, как ты его пьешь?» Я хочу сказать, Света, не ты неправильная, а делаешь просто неправильный поступок. Но это все исправимо. Дальше, Алексей Тарасов. Особенно растворенный. Если уж там кофе, то если уж так выбирать, то лучше кофе, который в зернах перемолоть, чем вот эти кофейные напитки, даже не кофе, который синтетика полная. Там есть в раз больше кофейной, еще и химического, синтетического. Да, и кислоты там больше. Да, и кислоты там всякие. Да, там уже вообще даже нельзя есть, не пища даже. В общем, если пить, так пить по-нашенски, по-бразильски. Дальше, Алексей Тарасов пробовал почти все травы с огорода. Очень вкусно, особенно после трехдневного голодания. Отлично. Дальше, вопрос от Елены 777. Скажите, пожалуйста, вот зимой вы, наверное, покупаете сухофрукты, а они, как известно, очень сильно обработаны разными химикатами, сохранителями всякими, Е и так далее. Как вы, избавляясь от химии, неужели достаточно только промыть водой, и вся химия с них слезет? Ну, мы находимся в такой же стадии жизни, что мы обзавелись различными сушилками, теми же самыми, или сушим просто на открытом воздухе, или в сушилках с регулировкой температуры, заготавливаем все сухофрукты сами. То есть, мы как бы уже наработали эту тему в своей семье. Плюс бывает, иногда мы покупаем абрикосы, сушеные, с косточкой, которые такие страшные-страшные, коричневые, которые никакая не курага. Или чистый, хороший, без всякого масла изюм. Видно, что он в тени сушеный, ну, видно сразу. У него и цена другая, конечно же. Бывает, покупаем, у нас просто лежит. Ну, это для каких-то, может быть, редких гостей, которые хоть что-то хотят такое попробовать, и чтобы посетнее покалорение. Либо какие-то праздники, либо для детей. Ну, так я особо сухофрукты, как бы, не употребляю, очень редко, особенно еще и покупные. Но вот исключение, вот изюм хороший, качественный, который в тени сушеный, без всяких масел, без всяких там покрытий и так далее, такой есть. Он на вкус, кстати, вообще другой. Как-то еще можно бы доверять. И вот абрикосы с косточкой, которые темные, страшненькие. Может, яблоки какие-то еще встретите. Ну, в основном мы сами перешли на то, что лучше самим, чем кому-то доверять непонятно кому. Мы сами это делаем, и все просто. Я хочу подтвердить то, что когда приходишь, например, на рынок, и там хорошие какие-то отношения с продавцами, особенно из Средней Азии, то вот если нормальные отношения начинаются, не так, чтобы побыстрее втюхать, то они просто начинают подсказывать реально, что вот это без химдобавок. И когда начинаешь уже замечать, и даже уже без подсказок, начинаешь определять, где вот то, что искусственная сушка, химическая сушка и обработка, они блестят, они такие мягкие, вот их можно так трогать, они мягкие, гнутся. Масло покрывают. Масло, какие-то блестят они как-то, да. А вот те, которые натуральные сушки, не химические сушки, без применения серы, без применения газов каких-то, то в этом случае видно вот та же самая, откуда, как ты говоришь, на косточках, она жесткая, она некрасивая, она какая-то серо-коричневая. Черена иногда. Да, черена там бывает, да. Это говорит о том, что это натуральный продукт, и если червячок там появляется, это показатель того, что вот я вот тут живу. Знак качества. Нормально. Да, знак качества, одобренное червячком. Природой. Да, природой. Вот. То же самое касается и изюма, то же самое касается других сухофруктов. Чем неприятнее, неприличнее, вернее, вот этот вот сухофрукт по сравнению с блестящими рядом лежащими, тем есть вероятность того больше, что он более натуральный. Вот это вот один из параметров. Все остальное смысла брать нет. Почему? Потому что если вы даже в воде подержите, но он начинает размокать, и все, что в нем было, он все равно в себя уже впитал, и вымачивание оно будет проводить к тому, что вымачивается все, но остается клетчатка. Так что нет особой необходимости покупать вот такие красивые, блестящие и так далее. И особенно не покупать, опять же говорю, жареные, вот эти жареные всякие фундуки, жареные орехи. Смысла в них никакого нет. Там больше яда, и, как правило, это уже не полезно. По поводу семечек жареных хотел сказать. Мало кто знает, что опрыскивают эти все подсолнечники, опрыскивают различными химическими добавками. Когда собирают семечки, я уверяю вас, никто их не моет, и когда солят их тоже никто не моет. И все эти синтетические химические добавки, особенно кадмий, присутствуют там вот в этих вот опрыскивателях, присутствует много всяких веществ, одно из них это кадмий. И вот когда кадмий попадает в организм, это очень плохо, кстати. И вот семечки, когда вы облизываете их, челкаете, вот вы подумаете, что вы всю грязь собираете в рот, с полей. Да, хорошо. Так, следующий вопрос от Света. Какой эффект от сыроедения? Энергии по организму лучше проходят, или чувствительность повышается, или соображают лучше? Как это все определить? Вот раньше, к примеру, плохо соображал, теперь стал сыроедом и духовно прозрел. Ну, само по себе сыроедение, оно не может дать какого-то просветления там или что. Это просто платформа, с которой уже дальше идет какой-то путь, рыбок там или скачок, у кого как. Это просто платформа. Вот этот эффект дает и сыроедение, просто дает возможность, раскрывает возможности в более широком, скажем так, в более широкой перспективе. А то, что перечислили энергии, то есть по-нашему, если по-славянски, по-русски, да, это сила, энергия, это не наше слово, да, и чувствительность, да, вот, кстати, здесь становишься намного чувствительнее и намного где-то, и намного спокойнее, чувствительнее, рассудительнее. И с людьми, даже вот, если брать окружающих людей, даже если они в каком-то другом питании, находятся в другом сознании, с ними легче находишь общий язык. Почему? Потому что ты на другой волне находишься, и они тебя уже не могут так цеплять, например, какими-то своими, ну, может быть, там, нервными какими-то нотками, например, или какими-то элистскими словами. То есть уже и чувствительнее становишься, но в то же время более автономный. То есть ты чувствуешь, но это тебе болезненности какую-то не причиняет, как бы абстрагироваться можешь. То есть чувствительность вместе с крепостью возникает, то есть некое защитное поле, так можно выразиться, или что, или защитный какой-то, возникает такое вот ощущение, что хоть ты и ощущаешь, что, например, какая-то вот вокруг тебя находится не очень приятная энергетика, но она в тебя не проникает. То есть некая такая защита возникает. Соображение? Ну, соображение, конечно, лучше. То есть мне трудно с чем-то сравнить. Почему? Потому что я вот по-другому не жил, я живу, как я живу. Ну, соображаю, не хвастаюсь, ну, нормально, наверное, хорошо, соображаю, вот у нас в другом эфире было, вот у нас сына на семейном образовании, мы его учим. То есть это тоже определенно мозги развивает. То есть самое главное еще мозги развивать. Если мышление не развивается, то уже никакой сыроедини, как говорится, не поможет. здесь надо отметить, что среди сыроедов было очень много негодяев, которые при этом питались, и вегетарианцев тоже, и даже среди веганов было очень много негодяев. Поэтому это не является показателем развития уровня личности. Это всего лишь навсего инструмент, который вы можете применять. А вот какую струнту будете применять, будете ли вы уничтожать других, но при этом будете веганом, который не обидит пчелку и не обидит муху. Или вы будете добродетельным человеком, который будет стремиться к развитию. Это инструментарий, который может вам помочь в жизни, как один из инструментов к просветлению. Но, опять же, это еще не означает, что если вы стали веганом, вегетарианцем или сыроедом, вы вдруг станете очень порядочным, хорошим человеком. Ваше стремление определяет ваше развитие. Ваши взгляды, ваше мировоззрение определяет ваше развитие. Но все остальное это инструментарий. Точно так же, как и нож, что вы будете этим ножом топоровым пилой делать. Это уже от вас зависит. Так что, вот так вот. Вегетарианцем, кстати, Да, да. К примеру, яркий пример. Вот, и по поводу того, когда человек переходит на вегетарианство, сознательно переходит, а не так, что, да, не моде какой-то, или давай-ка я попробую, а именно сознательно. Через силу. Да, никакой через силы не должно быть. Вот в всех эфирах мы говорим про осознанность. Вот осознанность и воля – это одно и то же. которое ведет к проблемам. Если это через осознанность, да, если это осознанность, то тогда это принесет благо. Так вот, когда человек осознанно переходит хотя бы на правильное вегетарианство, а не на пепси-колу с чипсами, а именно на правильное вегетарианство, да, то в этом случае тогда он очень быстро чувствует прилив сил, увеличение работоспособности, уменьшение различных болезней, которые даже хроническими были, там аллергии уходят, какие-то заболевания, простуды уходят и так далее. Да, он становится более спокойным по жизни и так далее. Если же он силово пытается через волю, так сказать, без осознания, то в этом случае начинаются проблемы. Так что это надо все учитывать. Это инструмент. Как вы этот инструмент будете применять? Будет ли этот трубанок вы правильно держать в нужном направлении? Или пилу, да, и будете пилить в нужном направлении? Или будете пилить на себя или резать на себя? И в этом случае тогда я вам сочувствую. Так что все хорошо к месту во времени и с пониманием, с осознанием. Будьте осознанными людьми. Это самое главное, что в этой жизни можно сказать. Все остальное к вам придет. Дальше, Света, вопрос в эфир. А какой эффект? Так, это мы уже рассмотрели. Вопрос в эфир, Алекс. Изделия, из пшеницы есть нельзя глюген, молочные, глюген, а, глютен. Молочные нельзя, казеин, мясные или масные, нельзя, мясные, написано масные, мясные нельзя, трупы, зашел в магазин, на всех полках то, что есть нельзя, а это почти весь рацион питания современного человека. Но это больше как реплика. Ну, что поделать? Так вот, надо задуматься, люди, задумайтесь, человеки, задумайтесь, а почему в таких ситуациях оказались, что для этого надо сделать? Вот ту же самую гречку я просто сразу мешками закупаю, например, сразу на полгода, например, там 3-4-5 мешков небольших по 25 килограмм. То есть, не каждый день в магазин хожу, то есть, просто мысли вам могу подать. Как-то между собой можете в кружки по интересам организоваться, по заказам, например, продуктов каких-то, которых нет рядом, или которые вы не в состоянии выращивать. Ну, и плюс какие-то искать в гристианские хозяйства постепенно шевелиться, что сперва пусть мозги шевелятся, а потом постепенно-постепенно и до дела дойдет. Правильно же? Так, ну и последний вопрос здесь от Гриши. Вопрос такой, вегетарианство вроде уже давно известно, а есть ли долгожители среди вегетарианцев или сыроедов? Ну, конечно, долгожители имеются во всех и даже есть, как говорится, старцы-горцы на Кавказе, может они там какое-то мясо иногда употребляют, но когда начинаешь вникать. Они там его употребляют несколько раз в год, может быть. Ну, в силу каких-то своих причин, там может быть и традиций. А так, в целом, они по большому счету вегетарианцы с упором на сыроедение. Они там в основном все сырое едят. Те же самые хунзы, они по 120-150 лет живут, едят одни абрикосовые косточки, внутри ядрышки, в смысле, абрикосы во всех видах, сырые, там сухие, и так далее, заваренные в напитки. А там всякие абрикосовые листья, да, цветочки, наверное, едят, да, и косточки эти в муку перетирают, то есть сама вот эта косточка твердая, если ее в муку перетирать, тоже этот порошочек можно употреблять. Вот. Некоторые косточки горчат, например, от абрикосов, их тоже можно употреблять, они хорошую профилактику дают, тоже там разных забываний, в том числе и рака. То есть, ну, примеров много из таких распространенных в Индии взять пресловутых йогов, они тоже очень долго живут, мало того, что вегетарианцы, так они еще и мало едят, тщательно жуют. Ну, и опять-таки, долгожительство и вегетарианство это не знак равно или сыроедение, это не знак равно, там же много составляющих и духовных, и то же самое, например, жевание, если взять, да, и качество продуктов, и качество мышления, ну, все в комплексе, то есть, нет такой единой палочки в ручалочке, то есть, это все только комплексный подход, то есть, надо со всех сторон это все менять в своей жизни, это и есть, в общем-то, смена матрицы, смена каких-то мерностей, что просто мы вообще перейдем на другое сосуществование, скажем так. Да, ну, вот мы говорили с тобой про племи, которые там где-то рядом с Индией, да, Кунзе, да, это там же, ну, даже достаточно посмотреть фотографии этих людей, которые находятся уже в преклонном возрасте, но они выглядят как там, может быть, сорокалетние, тридцатилетние, и рожают достаточно уже в таком возрастном периоде, когда многие европейки уже не могут рожать, но причем многие могут сказать, ну, это так, у них генетическое, да, ничего подобного, рядом с ними находятся похожие племена по генетике, которые питаются привычным рационом для европейцев, современных европейцев, и при этом у них множество болезней, и меньше они живут, и так далее, а эти представители этого племени живут хорошо, замечательно, болезней практически нет, долго живут, и так далее, и эксперименты у врачей, которые там у них были, проводили, они, когда приезжали, начинали питаться теми же самыми абрикосами, и употреблять то, что нужно, и как бы у них здоровье улучшалось, и у тех подопечных, кого они обслуживали, тоже улучшалось, и потом на животных они пробовали, и выяснили, что есть природное питание, а есть неприродное питание, если человек и животные неприродно питаются, в этом случае они начинают себя разрушать, но вот вегетарианство это один из вариантов природного питания, ну, правильно, опять же, вегетарианство, здесь не надо до сумасшествия доходить, и причиной тому вот можно, опять же, рассказать, как определить, к какому виду относит человек, например, да, вегетарианец, он плодоядный, плотоядный, травоядный, и так далее, но надо посмотреть на строение челюсти и сравнить, а как движется челюсть у тех, кто питается плодами, может ли она вправо-лево двигаться, если может, значит, явно к хищникам мы не относимся, какие клыки и зубы, как они устроены, вот если посмотреть в рот собачки или кошечки, можно понять, что там есть многие зубы для того, чтобы именно рвать мясо и прокусывать мясо, пускать кровь, раздирать шерсть, там, раздирать кожу и так далее, у нас этого нет, проводились эксперименты такими полоумными, трудно назвать их учеными, которые кричали, что мы плотоядные, и когда ему предложили, говорят, ну, поехали в поле, вот там кролика, мы тебе дадим, пожалуйста, даже ловить не надо, хотя поймать кролика некоторые даже не могут, вот мы тебе принесем, попробуй в сыром виде съесть, но он там два часа что-то мучился, мучился, грыз, грыз, полный рот у него был, этого пуха кролячего, как-то он там шкурку поранил, ну, конечно, кролика он задушил, убил, там в мучениях кролик умирал, там в конвульсиях, вот, но за два часа он ничего так не смог с ним сделать, то есть природно человек не приспособлен для того, чтобы раздирать кожу, чтобы избавляться от этого пуха или шерсти, для того, чтобы прокусывать, это рвать кожу, выдирать мясо, разгрызать кости, сухожилия и так далее, но нет у нас таких возможностей, дальше по желудку, по длине кишечного, кишечника, опять же, мы отличаемся и от травоядных, и отличаемся от хищников, мы можем переваривать некоторые вещи, которые, например, там хищники могут переваривать, но в первую очередь это не говорит о том, что мы всеядные или мы плотоядные, все-таки ближе мы, как я так вот сейчас предполагаю, ближе мы к плоду ядным, те, которые едят плоды, едят, должны есть много растительной пищи, и желательно, опять же, не в вареном виде, не в обработанном термическом, а все-таки больше есть живой пищи, и опять же, по генетике, которая далека от нас, то есть меньше животных белков, меньше животного, потому что там есть еще в каждой клеточке животного, есть, как я уже говорил, те энергетические составляющие, которые вступают в противоречие с нашей энергетикой, химические составляющие, которые с нашей химией вступают в противоречие, биосоставляющие, которые с нашей биологией вступают в противоречие и так далее, то есть здесь мы как будто бы себя внедряем, не дружат нам какие-то структуры, организмы и так далее, а лучше кушать то, что от нас подальше и поближе к солнышку, то, что принимает энергию напрямую, но как-то вот так вот. Ну, в принципе, все вопросы мы с тобой разобрали, можем попрощаться с нашими радиослушками, сказать что-то вечное, доброе, красивое, и до следующего раза. Ну, всем радиослушателям желаю осознать сегодняшний наш эфир, задуматься о своей жизни, о своем мировосприятии и делать соответствующие какие-то изменения, поправки в своей жизни и стремиться к самому благостному. Всем здоровья и успехов! Хорошо. Итак, я подвожу эфир, итог нашего эфира. Мы здесь говорили не о здоровом образе жизни в первую очередь. Здоровый образ жизни – это, мне кажется, обязанность любого человека поддерживать свое тело, которое дано на эту жизнь в здоровом состоянии. То есть о ЗОЖ мы сейчас не говорили. Наша цель была более глубокая, более интересная, более правильная, на мой взгляд. потому что о здоровом образе жизни сейчас говорит кто не попадя, и кучу об этом уже можно материала перелопатить и взять. Мы говорили о том, что такое сыроедение, как шаг к духовному просветлению. Мы выяснили, что не в том суть, что вы кого-то не убиваете, хотя это большой плюс, не в том суть, что вы здоровым живете, хотя это тоже большой плюс, а суть в том, что при помощи сыроедения вы можете и при помощи специальных очистительных практик вы сможете избавиться от тех товарищей, которые называют гельменты, которые очень часто перехватывают управление вашего мозга под себя. Это означает, что жизнь, ваше тело, в первую очередь начинает жить ради них. И в этом случае вытесняется ваше сознание, потому что они мозг перестраивают под себя, они управляют через мозг вашим телом. То есть вы становитесь машиной, которая возит гельментов от точки их выхода из вас до точки входа в вас. Это, если вас устраивает такой образ жизни, как транспортное средство для гельментов, паразитов и грибков, ну, ради бога, это ваш выбор. Наверное, и такой образ жизни тоже на этой земле кому-то нужен. Если же не устраивает, в этом случае вот эта передача как раз была для вас. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 6 июля 2016 года среда, по одному из старинных пятый день месяца посева, получения даров природы, седмица, 7524 лета. Мы говорили про сыроедение как шаг к духовному просветлению. Главный сведущий Юрий Лодин-Святорус, низкий поклон тебе за то, что ты так подробно многое рассказал, и причем не просто так рассказал, рассказал о, снова выясняю на своем опыте. А наших радиослушателей я благодарю за столь активное участие, что до такого поздна вы находились рядом с нами. Желаю вам всем самого-самого доброго. Желаю вам быть здравомыслящими, быть хозяевами своей жизни и чтобы вы исполнили то предназначение. Народное Славянское радио Все нужно, все важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова